Продолжение следует... Продолжение следует... Приветствуем любителей единоборств. Прямо сейчас мы начинаем на арене «Трактор» профессиональный бокс. Это будет турнир по профессиональному боксу от промоутерской компании RCC Boxing Promotions. И в студии для вас работают Александр Кесель и Екатерина Березовая. Сегодня запланировано сразу 8 поединков по профессиональному боксу. Естественно, будем переживать за челябинских спортсменов. А их сразу двое. Это Иван Черков и Вильдан Минасов. Ну а в главном бою встречается чемпион, ныне действующий WBC Silver. Это Заур Абдуллаев и экс-чемпион мира по версии IBO Ховани Страфон. Грандиозный вечер бокса сегодня планируется, друзья. Ну и вчера, накануне турнира, состоялась традиционная процедура взвешивания боксеров. Но нетрадиционно она прошла. 50 тысяч зрителей наблюдали за тем, как боксеры взвешиваются. Ну и, собственно, смотрят друг на друга. Это была дуэль взглядов. Давайте прямо сейчас посмотрим, как это было. В Челябинск, привет! На бою еще там, публики много, я привыкаюсь. А чтобы на взвешивании такой ажиотаж был, у меня первый раз. Ну, это очень круто было. Мне понравилось, действительно. Большой бокс! Возвращайся в Челябинск! В Риге буду стараться. Взглядом я сам не боюсь от взгляда. И не пытаюсь темпу гаться от взгляда. Это не имеет значения, где я боксирую. Я всю жизнь работал для того, чтобы драться здесь. Я приехал сюда побеждать. То, что он будет выступать дома, ни на что не влияет. Друзья, аплодисменты! На самом деле, мы уложили связь. Будем восстанавливаться. В глазах я увидел бойца. Так что завтра мы ему устроим. Мы продолжаем. Это вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Саша, давай в первую очередь тогда расскажем про боксеров, которые представляют сегодня Челябинск на турнире. Не Челябинск, а Челябинскую область. Вильдан Минасов из МИАСа. И это, пожалуй, один из самых востребованных бойцов в легком весе. Но в России как минимум стабильно как минимум два поединка в год. Он проводит на турнирах RCC Boxing Promotion. Минасов начал выступать в 2021 году. Провел два поединка в рамках нашего промоушена. Все оказались победными. Но если в прошлом декабре он очень сложную победу одержал, выиграв только раздельным решением судей, то когда выступал в андеркарде боя Ленарес Абдулаев, Минасов одержал досрочную победу. И сейчас он идет на серии победной. Ну и еще один спортсмен из Челябинска. Это непобежденный Иван Черков. Он провел на профессиональном ринге уже восемь поединков. Ну и, кстати, крайний раз он боксировал в родном Челябинске в далеком 2018 году. Он тогда дебютировал в профессионалах. Ну и с тех пор Черков развивал свою карьеру в Екатеринбурге. Сейчас, спустя четыре года, он снова возвращается в Челябинск. Уже в статусе такого опытного спортсмена, непобежденного. Таких называют в профессиональном боксе проспектами. Вот. И сегодня проспект Иван Черков встречается с Павлом Гунченко из Новокузнецка в ринге. Ну и давай поговорим о тех людях, которые проспектами были давным-давно. Это главная пара сегодняшнего боксерского вечера. Это Заур Абдулаев и это Хавани Страфон. Ну, Заур Абдулаев на данный момент является настоящим представителем элиты мирового бокса. Друзья, и я не побоюсь этого слова. Действительно, он возвращается в ринг после яркой и громкой победы техническим нокаутом над легендой современного бокса Хорхе Линаресом. Этот триумф позволил Зауру приблизиться вплотную к десятке лучших легковесов мира. И сейчас российский боец занимает 11-ю строчку рейтинга, друзья. Ну, у Заура Абдулаева есть опыт бить испаноговорящих экс-чемпионов мира. Тем более, что Хавани Страфон именно в таком статусе прилетел сюда, в Россию. Он владел поясом IBO в легком весе, завоевал его в мае прошлого года, финишировав оппонента в первом же раунде. Правда, защитить титул не сумел. В следующем же бою он пояс потерял. Причем, это был его предыдущий бой, соответственно, он едет сюда с желанием реваншироваться за то поражение. Кроме того, добавлю, что Хавани Страфон уже приезжал в Россию, не в Челябинск, даже не в Екатеринбург. Он вообще боксировал в столице нашей родины, в Москве, в 2017 году, и вновь неудачный был его визит. Но накануне этого турнира я пообщалась с обоими спортсменами, с Хавани Страфон и с Зауром Абдулаевым, с их командами. Заур приехал в Челябинск с такой большой командой, как правило, это его тренер Олег Ахмедов, его брат Закарья, близкие друзья. Ну, а Хавани Страфон приехал с двумя тренерами. Поэтому оба, конечно, спортсмена заряжены, я думаю, что сегодня нас с вами ждет, друзья, невероятное главное событие. Но не только главное событие, вообще весь турнир. Напоминаем, что сегодня у нас с вами 8 профессиональных поединков, поэтому сегодня мы вам желаем хорошего вечера, друзья, ну и зрелищных боев. Добрый вечер! Уважаемые дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. От лица организаторов я поздравляю вас, челябинцы! С днем города! Мы начинаем вечер бокса, организованной промоутерской компанией RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Спонсоры турнира, русская медная компания, а также уральский банк реконструкции и развития. Сегодня нас ждет очень зрелищный турнир, супервайзер турнира Сергей Хурсанов. Дорогие друзья, у нас все готово. А это значит, что под ваши бурные аплодисменты мы начинаем! Вечер бокса открывает шестираундовый поединок в среднем весе до 72,6 килограмм. В силе угол ринга встречайте бойца из России, город Челябинск, Андрей Томасчук! Уважаемые друзья, вы видите, как прекрасный вид у нас открывается. И это город Челябинск, конечно же, как вы слышали, с днем города весь этот прекрасный город. И практически заполняется уже ледовая арена «Трактор». Сегодня мы увидим с вами здесь 8 поединков. У нас будут шестираундовые поединки, восьмираундовые и два заключительных боя. У нас будут десяти раунды уметь. Ну и первым у нас в ринг приглашается Андрей Томасчук, который представляет как раз-таки город Челябинск. Это второй средний вес. И вот уже как раз-таки и Андрей на ваших экранах. Ему 37 лет. Его рост составляет 170 сантиметров. И на своем счету он имеет 21 поединок. И сказать, что является у него такой положительный уж рекорд, потому что 4 победы всего есть в его активе при двух победах досрочной. 17 поражений он имеет у себя за плечами. Но надо отметить, что из 17 поражений только 4 досрочные. Ветеран. Ветеран и уже, наверное, такой Джорни Мэн Андрей. Дебютировал он в 2015 году. И сразу в своем первом дебютном поединке потерпел поражение. Потерпел поражение судейским решением. И отчаялся. И в этом же году провел аж 6 поединков. Правда, из 6 поединков всего в одном ему удалось одержать победу. Но это его нисколько не расстраивает. Его основное предназначение, его основное это проверять молодых перспективных боксеров. В кроссе угол ринга встречает и бойца из города Экипостус, Казахстан. Илья Очкин. Ну а вот Илья Очкин, его соперник. Илья представляет Казахстан. Ему 26 лет. Его рост представляет 178 сантиметров. И на его счету 7 побед, 3 из которых досрочных. При двух поражениях, единственная из которых досрочная. Дебютировал он в 2018 году. Провел два поединка. В обоих одержал победы судейскими решениями. Но в том же 2018 году, в ноябре, встретился с Янишем Москачевым. И потерпел первое свое поражение судейским решением. Снова вернулся на победную стропу. Выдал 4 победных боя. Но уступил Магомеду Курбаному. И было это в 2020 году. После чего провел еще один поединок. И одержал победу над Эльвином Анхомом. Уважаемые дамы и господа. Я так представляю вам первую пару бойцов вечера бокса в городе Челябинск. В синем углу боец из России. Город Челябинск. Ему 37 лет. Рост 170 сантиметров. Вес 75 килограммов 800 граммов. Провел на профессиональном ринге 21 поединок. Андрей Томасчев. Его соперник в красном углу. Из города Экибастуз, Казахстан. Ему 26 лет. Рост 178 сантиметров. Вес 77 килограммов 400 граммов. Профессиональный рекорд 9 поединков. Семь побед. Три одержаны нокаутом. Два поражения. Илья Отчин. Реальность боя. Дмитрий Болдырев. господа боксеры слушаем команду внимательно соблюдаем правила по затылку не бьем ниже поиск не бьем по жаре руки улом красный угол готовы а возраст рост и вес боксеров нам показывают на 11 лет старше своего соперника андрей томощук практически одинаковый рост ну и опыт скорее всего но у андрея томощука это все-таки 22 поединок бог или аучкин проводить 10 профессиональный поединок первый раунд 6 раундов по три минуты у нас запланировано так сразу джеба начинает я очкин просят постоянно постоянно выбрасывать удары здесь или очкину потому что сейчас скорее всего андрей томощук постарается немножко так поддавливать идти вперед он понимает что перед ним молодой перспективный такой амбициозный боксер и как раз таки томощук попробует немножко где-то сбить возможно такой боевой настрой соперника пока перестрелка джеба вот первый раз применил тут для дальнего ручка очкин и практически дотянулся боковой так лоблот кирчанов пытается немножко поддавливать своего соперника но Но при этом, хорошо, хорошее попадание от Очкина. Еще один апперкот там попытался просунуть. Вот здесь двойный джеб неплохо донес до цели там еще. Снова попытка апперкота справа здесь от Очкина, но не точно руки держит повыше, что-то мащу. Начинает разбивать корпус своего соперника постепенно, монотонно. Снова работа передней рукой, снова попытка апперкота там от Очкина, но не точно. Там еще все-таки стал держать немного левую руку повыше, поуже. Снова удар по туловищу от Очкина. Вот такие от выбивает капу там одним из ударов. И, кстати, вылетела капа у Ильи Очкина. Сейчас вернут капу на место. Нет, кстати, не ударом, скорее всего, там потерял ее в момент атаки сам Илья. Концовка первого раунда. Много-много под концовку первого раунда. По туловищу начинает работать Очкин. Пытается отвечать сюда, и там ащук. Только не дери. Чуть отойти, отойти. 10 секунд. Неплохая комбинация под концовку от Очкина. Все-таки, конечно же, в возрасте гораздо посвежее он выглядит. А у нас все, первый раунд за ним подходит к концу. За правой смотрим. По правой не идти. Как левое движение идет. Либо через уклон, либо через руку. Свободно. Все, начинай. Нормально. Идет на тебя, скручивай. Смотри за правой. Так хорошо. Лишнего не пережидай. Дернул, сместился. Чуть-чуть напрягай его движениями. Читаем. Видно справа. Левый тянется. Сразу начинай работать. Атакуй, не лети. Бокс! Второй раунд. Томашук начинает так пытаться идти вперед. Все-таки есть, скорее всего, небольшое такое преимущество в дистанции у Левочкина. И Томашук старается не находиться вот на той опасной дистанции, где максимально плотно может ударить хорошо и точно сдать руки. На повторе нам показывали. Хорошо окном пробивает вот тут с правой руки. И боковой попадает Очкин, подцепляет левым. Томашук, в принципе, пытается идти где-то в разменах. Но, смотрите, так выбрасывая левую руку, так немножко тянется даже за своим ударом с Томашук. Начинает чуть-чуть тянуть на себя здесь Очкин, что, в принципе, совершенно верно здесь. Помобильнее выглядит Илья на ногах. И это одно из его преимуществ. Позволяет он за счет ног вот так вот уйти на ногах и снова вернуть свои атаки, снова размен. Просят, просят от Очкина не работать вот тут на ближней и средней дистанции. А для Андрея Томашука именно это, наверное, возможно. Такой выход и нужная для него дистанция, на которой он будет чувствовать себя комфортнее. Передней рукой придержал и неплохо сдал. Ударил дальней рукой Очкин. Призывают, призывают Андрея Томашука больше идти вперед, больше поддавливать, больше поджимать. Снова через руку неплохо залетает там удар от Очкина. Еще одна попытка туда же, но успел уже вернуть руку. На место левую Томашук. Коротко и хорошо здесь отработал Очкин на ближней дистанции. Начинается тут размен. В принципе, и Томашук готов тут вступить, но где-то не успевает, наверное, он за своим соперником, потому что Очкин выбрасывает три удара за тот момент, пока Андрей Томашук выбрасывает всего один. По скорости и по таймингу своей временности, конечно, Очкин гораздо эффективнее выглядит. Не держать. И снова апперкот справа, туда прям прострелил, но буквально так коснулся лба, наверное, не попал точно в подбородок Илья. Видит пока все атаки своего соперника Илья, и не удается тому щеку вот втянуть сюда в размен на ближней и средней дистанции соперника. Хорошо сейчас на контратаке цапнул левым боковым. И вот тут вкладывается по туловище опытный ветеран. Еще один удар по корпусу, так, рискует где-то, идет Андрей на обострение. Через руку здорово подступил Очкин. Пока все. Пишут? Ага. Пить будешь? Не торопись, не надо, говорю, не стой перед ним, все четко. Начинаешь стоять, начинаешь попадать, нахуй вообще-то надо. Че специально-то чувствовать надо? Не надо. Пусть валится, он валится, он начинает путаться. А так ты ему даешь этот, мотивацию. Он даже в блок попадает, он чуть... Делай, верь. Энергии, да. Делай то, что начал в первую половину раунда. Вон, валится, смотри, бля. Вот здесь хорошо. Да, и вот это правый снизу, и правый дальний за руку заходит. И вот так вот сразу два с передней руки, и тут же боковой в обвод блока здесь от Тимошчука. Активно начал этот раунд представитель города Челябинска. Ну, у Очкина есть небольшое такое, да, даже, может, даже большое преимущество о том, что он в любой момент может вместиться на ногах. И вот где-то здесь как раз-таки Томощук за ним не успевает. В любой момент Очкин хорошо может разорвать дистанцию на ногах и уйти на недосягаемого. Вот как сейчас была опасность левого бокового от соперника. Пол шага назад, и уже далеко-далеко находится Андрей. Попрошу прощения, Илья Очкин, конечно же. Илюха, левый почаще. Левый почаще просят из угла здесь у Очкина. Ой-ой-ой, какой хороший боковой. Там он точно попадает. Вот тут вот застоялся немножко на ближней дистанции Илья. И тут же Андрей его за это наказывает. Показывает здесь Томощук, что в принципе сила у него еще есть. Он готов и настроен достаточно решительно. Попытался там зарядить правым боковым, но руку уже повыше стал держать Очкин. Снова работа на ближней дистанции, но не очень острая. Хорошо подхватил сейчас на контратаке здесь Очкин. Чуть-чуть потянул на себя и тут же подхватил провал своего соперника. Но смотрите, нисколько пропущенные удары не смущают все-таки Андрея Томощука. Преудобная любовь. Ой-ой-ой, второй боковой подряд. И немножко так даже болтануло, мне показалось. Там ножки сплясали Очкина. Попытается он рубиться, а зал оживился. Понимает местная публика, понимает здесь, дали, что... О, зацепил здесь Томощук. И у него есть шанс. В принципе, и Андрей это понимает. Видим мы, как он начинает работать боковыми. А вот тут апперкот сам уже хапнул навстречу. Попробует ли здесь переломить вот этот момент. Или Очкин. Да-да-да, подсказывают ему, конечно, угловые. Больше надо работать. Сбил вот этим апперкотом весь настрой на атаку своего соперника Очкин. Ну что ж, тем интереснее. Так параду в этом раунде бойцы потрясли боксеры друг друга. Обменялись правыми боковыми. Вроде там перчатки были на месте, но все-таки плотно били оба и тот и другой в блок. Левый боковой опять достигает цели от Томощука. Он так подсаживается и забратывает хлестки эти удары. В этом раунде ближе-ближе стал находиться Илья Очкин. Чуть-чуть стал оставаться после своих атак. А Андрей Томощук великолепно пользуется этим. Хороший, интригующий третий раунд. Андрей, видишь, правая можешь. Что надо, с правой лови? Находи силы, опадаешь. Попадаешь и дальше работай, корпусом работай, руками работай. Раз отваливаешься, не отваливаешься, не надо. Все хорошо идет. Дыши, подходи, дыши и работай. Отрабатывать надо. Попал, группируйся, отрабатывай комбинацию. Правый попал, левый в печень, в голову. Не маши. Близи хорошо работают. Только чуть-чуть больше, на один, на два удара больше. Четвертый раунд. Четвертый раунд. В предыдущем раунде, что плотно может попасть вот этими боковыми. Ну и видно, что так снова начинает чуть-чуть теснить своего соперника. Томощук пытается где-то забрать немножко центр ринга. Очкин понимает, это пытается не дать. Так за счет передней руки чуть-чуть теснить своего соперника. Все действия у нас пока происходят в центре ринга. Хороших там два боковых от Томощука. Еще раз попытался тут разрядиться серия и Томощук, но руки были на месте у Очкина. Взрывается, взрывается Томощук, плотно засаживает, но руки там на месте. В основном все удары залетают в блок. Перкот и сбоку Ту-Джи, но не точно. Видно, что да, Томощук так работает на практический максимум. Он вкладывается во много своих атак. С одной стороны, это достаточно опасно и точным попаданием может потрясти своего соперника. То, что он низковато пробил. Но с другой стороны, это забирает огромное количество сил. И все-таки разница в возрасте 12 лет. Насколько функционально выносливее все-таки может выглядеть своего соперника больше быть Андрей Томощук. Тут и Илья Очкин старается рисковать. Три удара от Томощука, но видел все Очкин. Коротко снова пробивает. Все, да, хорошая достаточно атака по туловище от Томощука и в блок, но правый боковой плотно. Томощука, да, хорошая комбинация там была. Томощук попытался выйти оттуда с левым боковым, но вот Томощука два раза просить не надо. Он складывается жестко. Хотя сам сейчас пропустил в корпус. И такое ощущение, что он начал проседать функционально. Все-таки Томощук свежее выглядит Очкин. И начинает он этим пользоваться. Понимает он, что быстрее где-то реагирует на атаки своего соперника. Быстрее бьет. Между тем, концовка у нас четвертого раунда. Заворачивай кулак. Вот так вот два раза постарался сакцентировать Томощук, но не точно. Еще раз. Хороший четвертый раунд. Вот право в голову, если право, то лево сбоку заканчиваешь. Так знаешь, делай тогда. Красавец. Вот сейчас вообще, блядь, чистый раунд. И подвигался, и попадал, и блядь, собранный. Все видишь, вообще красавец. Блядь, 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 блядь. Пятый раунд из шести запланированных. Пятый раунд из шести запланированных. Начинает, начинает немножко тянуть на себя Очкин. Нужно ему это, тем более после перерыва. Там Ощук вышел таким как бы отдохнувшим, чуть-чуть восстановившимся. Снова удар по туловище здесь от Очкина. Ну, а что интересно, пока сильно такого провала функционального от того, что не видно. Видно, что так Андрей пока, в принципе, готов держать вот тот темп, который он сам и предлагает своему сопернику. Ну, а время от времени вот так вот пытается взвинтить немножко темп. Больше ударов начинает выбрасывать Илья Очкин. Ну, и видно, что побыстрее, побыстрее все-таки своего соперника. Очкин не всегда он этим пользуется. Берет достаточно большие паузы. Вот здесь неплохо по туловищу. При этом, смотрите, раз, там Ощук перекрылся в глухую защиту. И, в принципе, какого-то серьезного ущерба избежал. Трехударная комбинация уже от Ощука. Но там и руки на месте были у Очкина. Слово, два боковых справа от Ильи. Но при этом, смотрите, никто из боксеров, в принципе, достаточно много пространства не отдает. Никто не пятится канатом. И такими точными ударами, которые тот и другой потряс друг друга в третьем раунде, в принципе, стараются не пропускать. Стоп, тань! Пауза. И второй раз за этот поединок Илья Очкин теряет капу. Повнимательно. Надо вытащить. Реферин Дмитрий Болдович предупредил, что чревато вот так часто ронять капу. Смотрите, пытается идти где-то Андрей Томощук вперед, но на ногах Очкин легко избегает этого. То есть по футворку он гораздо быстрее и гораздо эффективнее своего соперника. Снова попытка бокового справа от Очкина. Но, смотрите, Томощук оказался на средней и сразу включился своими крюками. Есть уже такие неопределенные гематомы, особенно под правым и над правым глазом у Андрея Томощука. Руки на месте, руки на месте, подсказывают здесь Очкину. А вот тут опасно справа подцепил Томощук. Низковато там пошел он головой. Но перед этим правым попало очень опасно. Ох, тут в ответе два раза цепанул под самую концовку Очкин, и боксеры расходятся на перерыв. А у нас нас ожидает шестой, он же заключительный раунд. Надо ударить его. Так, по воздуху, по рукам. Боман туда один. Только оттянулся. Возле него, возле него. Не давай ему первым работать. На себя много пускаешь. Не надо поддараться. Разворачиваешь, все хорошо. Ударить на мужничку. Андрея, соберись. Средерал. Заключительный шестой раунд этого напряженного поединка, который открывает сегодняшний наш карт из восьми боев. Город Челябинск. Арена-трактор. Сразу пошли в размен боксеры Илья Очкин. Боксер в красных перчатках. И его соперник Андрей Томощук, который представляет город Челябинск. А город Гибастуф Казахстан представляет Очкин. Снова размен. Очень близко так подсаживается на ногах Андрей Томощук. И оттуда возвращается с боковыми, которые, в принципе, иногда-то и достигают цели. В туловище пробивает Очкин здесь. И сразу же разрывает дистанцию на ногах. На ногах не успевает, конечно же, за ним Андрей Томощук. Но те моменты, когда Томощук удается добраться вот тут вот на среднюю дистанцию, здесь где-то немножко подсесть, он составляет определенную опасность для Очкина. Вот такой вот боковой снова попадает Томощук. Очкин их держит достаточно хорошо, все в порядке. Но пропускать такое количество ударов, наверное, все-таки нецелесообразно. Начинает так подергивать перед своей атакой Очкин. Правый, прямой, левый сбоку все-таки попал. Там Илья... Не держать. Хороший боковой воборот блока. Попытка ответить там от Томощука. Но руки были на месте у Очкина. Туловище. Еще раз. А Очкин тут же пытается сразу же перевести на голову. Опять точный плотный удар от Очкина. Конечно же, на средней дистанции стал поточнее выглядеть Очкин. Он и в первых раундах выглядел здорово на дистанции. Были у него моменты, что там немножко где-то зазевался. Но вот смотрите, момент выносливости начал выходить все-таки на первый план. Передышал так своего соперника здесь Илья. Тот темп, который он предлагает, то количество ударов, которые он выбрасывает, становится проблемами для Томощука. И под концовку шестого раунда приходится пятиться здесь Челябинцу. Пошла заключительная минута шестого раунда. Тяжело, тяжело уже даже держать руки высоко. Тяжело становится Андрею Томощуку. Терпи, терпи, терпи. Да. Провалил и вошел. Снова удар в туловище от Ильи. Очкин не форсирует события, не бросается. Перед каждой своей атакой он старается готовить, где-то немножко подергивая своего соперника. Боковой снова туда в обвод блока залетел. Точный джеб еще раз попадает, Очкин. Начинает под концовку, ну действительно перестреливать уже. Плотный удар по туловище, локоть был на месте, но все же. Еще один боковой сюда и... Почнем, как судьи рассудят этот поединок. 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 Уважаемые дамы и господа, итак, в этом поединке победу единогласным решением судей одержал Илья Очкин! Субтитры делал DimaTorzok Илья Очкин! Илья Очкин! Илья Очкин! Второй поединок сегодняшнего карда, и это самые тяжелые ребята за сегодняшний вечер, которые выйдут на ринг. Тяжелые я имею в виду в плане по весу, это настоящие супертяжеловесы. И первым в ринг приглашается Виктор Чеварков, город Гомель, республику Беларусь он представляет. Ну а родился он в городе Караганда, Казахстан. Вот такой вот, скажем так, боец, представляющий практически СНГ. 10 поединков на счету этого 37-летнего боксера. Две победы при 8 поражениях. И вроде бы кажется, что достаточно много поражений. Да, действительно так это и есть. Но при этом посмотрите, с кем только не встречался этот боксер. Виктор встречался и с Евгением Романовым, и с Арсланом Елыевым, и с Денисом Бахтовым. Кстати, Денисом Бахтовым смог одержать победу. И что очень, и Александр Торопеев, и всем этим, большинство этим спортсменам он проиграл судейскими решениями, показав достаточно хорошую прочность и достаточно хорошую выносливость. В ринге уже находится Виктор Чеварков и ждем приглашения его оппонента. В прошлом ринге встречали бойца из России, город Ростов, Георгий Юнавидов. А вот и Георгий Юнавидов. Пять поединков на счету этого боксера, представляющий город Ростов-на-Дону. Ему 29 лет, его рост составляет 192 сантиметра. Настоящий высокий тяжеловес. Во всех пяти своих поединках он одержал победы и все, кстати, поединки он провел под эгидой RCC Boxing Promotion. Во всех пяти, как я уже сказал, одержал победы, в трех из которых досрочные. Дебютировал он в 2021 году. За 21 год ковидный провел, кстати, он целых три поединка и два поединка в 2022 году. Одержал в своем предыдущем поединке победу с судейским решением над Юрием Быховцевым. Молодой, интересный, небитый проспект. И сегодня ему будет такая достаточно серьезная ему предстоит проверка в лице Виктора Чеваркова. Дамы и господа, представляю вам соперника. В синем углу. Боец из города Гомель, Республика Беларусь. Ему 37 лет. Рост 190 сантиметров, вес 102 килограмма 300 граммов. Провел 10 поединков на профессиональном ринге Виктор Чеварков. Его соперник в красном углу из России. Город Ростов-на-Дону. Ему 29 лет. Рост 192 сантиметра, вес 103 килограмма. Профессиональный рекорд 5 поединков. Во всех одержанной победы три нокаута. Кеоргий Юдавидов. Рэперебоя. Семен Стакеев. Господа боксеры, слушаем мои команды внимательно. Не напишу. Пожали руки. Я желаю вам удачи. Возраст, рост и вес боксеров на ваших экранах моложе на 8 лет своего соперника Георгий Юдавидов. Чуть-чуть на сантиметр повыше, ну и немножко потяжелее даже показал вес на взвешивании. И у нас первый раунд из 8 запланированных. В принципе, наверное, для Георгия это не самая длинная дистанция. 8 раундов он два раза проходил в своей карьере полностью такие длинные поединки. Ну и поэтому для него это уже такое как бы не новшество. На ногах побыстрее. Быстрее пока выглядит Георгий Юдавидов. Так он больше раздергивающих движений пока делает. За счет финтов хорошо джеб в разрез туда залетает. Ну и сразу же попытка здесь Чваркова ответить с двойным джебом. Пока такая у нас разведка. Чуть-чуть застоялся здесь Юдавидов. И сразу в серии постарался ответить Чварков. Но все, кстати, по локтям, по защите. Руки быстро вернул на место там Юдавидов. Два удара по труу еще от Чваркова. Еще так же отработал здесь. Аж 4 удара туда залепил. Под локти. Тренерский штаб Георгий Юдавидов просит побольше, побольше справа. Заряжать сюда апперкотом по подребра под левую руку. Хороший джеб в разрез снова от Юдавидова. Быстрые и скоростные у него эти удары. Не держать. Немножко решили боксеры поклинчевать. Не толкай, не толкай. Опять идет вперед Юдавидов. Он постоянно, постоянно так выбрасывает переднюю руку. Но, видимо, есть цель у него определенная. Сместить соперника вот сюда к канатам. Попытка удара через руку хорошая от Юдавидова. И снова у канатов находится здесь Чварков. Хорошо в туловище справа. И тут же перевод на голову от Георгия. Чварков пошел в разуме. Два удара с ниду попал. Но сам пропустил боковой на выходе. Не держать, не держать. Стоп! Держишь? Рефери Семен Стахеев говорит, что придерживает немножко здесь Виктор Чварков. Снова в туловище от Юдавидова. Попытка удара через руку. День секунд. Больше работать правой в живот просят от Юдавидова. Все-таки из угла. Но, наверное, для первого раунда действительно это необходимо. Первый раунд у нас закончен. То есть ты можешь попасть в копейку. И после атаки постоянно возвращай назад. Возвращай назад руку. Махать палатинка не надо. Чуть-чуть, давай чуть-чуть, да? Не надо? Нормально. Есть. Джек заходит. И, кстати, только он отходит, когда выбрасываешь все там. То есть после его атаки по-любому выброси удар. Легко, но ты выброси удар. Ну, попускает, добьет джек. Разбор. 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 Второй раунд. Через руку справа забрасывает Юновидов. Там мне показалось, что успел поставить блок перчаткой в последнюю секунду Чварков. Хорошо на ближней дистанции два удара отработал с корпуса на голову, перевел Юновидов. Через руку попал и сам успел еще отзащищаться здесь от удара по корпусу. Стоп. Стоп, команда. Ты низко бьешь, повыше. Окей? Бакс. Низковато там ударил Виктор. Два коротких боковых пропитывает здесь Юновидов. Коротко и узко начинает работать передней рукой здесь Георгий Юновидов. И готовит, скорее всего, переход вот тут на среднюю дистанцию. Хороший боковой справа. Коротко. Поднятие локтя пробил там Юновидов. Не держать, не держать. Постоянно, постоянно, постоянно теснит передней рукой здесь Георгий своего соперника. Не дает ему пространства хорошо. Снова удар через руку залетает от Юновидова. Там где-то немножко на него среагировал, убирал голову Чварков, но при этом удар попал. И снова у канатов застаивается здесь Виктор. Попытка апперкота, но не точно здесь хорошо отзащищался Юновидов. Чварков как-то не дотягивается, не успевает, не попадает здесь на ближней дистанции. Ну и по скорости видно, что значительно быстрее выглядит здесь все-таки Георгий Юновидов. Двойка и попытка апперкота там от Юновидова. Среагировал в последнюю секунду, оттянулся Чварков, но при этом во втором раунде Юновидов практически не дает пауз. Постоянно идет вперед, постоянно выбрасывает очень много ударов. Снова удар по ту, еще и в голову здорово от Юновидова. И так сразу задышал, задышал потяжелее еще Виктор Чварков. Пытается он где-то немножко навалиться. Вот этот темп все-таки становится проблемой для уроженца города Гомеля. Снова у канатов там Чварков. И сразу же большое количество ударов от Юновидова. Попытался немножко заклинчевать, дабы взять такую небольшую паузу здесь Чварков. Виктор пытается как-то немножко сбить вот этот темп, за которым он в принципе практически не успевает. Хорошо, здорово отзащищался Юновидов. И снова, да, под концовку такой. Правый кросс через руку. Смотри, там когда входишь с дистанцией, ходить с ударом он не встречается. Поэтому он безопасен. Ну, то есть вход в дистанцию тогда идет с ударом. Если он бядится, тогда со сдвоенным джебом. Если он не бядится, то можно два, но два шага не делаешь. Либо одиночным джебом входишь, и задняя не молчит. Задние углы только менять. Средняя дистанция, правая снизу, левая сбоку закрывай. Либо дублируй левую. Левая сбоку, левая снизу по печени. Прямо близко, все пойдет у нас. Руки внутрь убирает. Он башку бережет, пытается. У него задача, что вы вышли. Да. То есть, этого нужно прибивать, прибивать живот, а вторую половину форсирует. Он затыкается, но он здесь потихонечку воплезает и форсирует. Третий раунд. Тактается отстреливаться передней рукой и Виктор Чварков, но на это сразу же старается контратаковать через руку Георгий Юновидов. И, почуяв опасность, сразу подтягивает руку обратно Чварков. Юновидов начинает опять тиснить канатом. А там он уже обрабатывает достаточно хорошо своего соперника. И, как нам показывали в виде режиссера на повторе, очень много коротких ударов было видно, как залетели туда за защиту Чваркова. Чваркова. Держать. Стоп! Стоп! Ну, что, вову. Бокс! Активно, активно, активно просят из угла здесь. Адуак Юновидова угара по туловищу слева. Хорошо включается он. Два удара сразу переводят на корпус. Лево-бокового, а это там перчатка была на месте, к счастью Чваркова. Он попытался здесь отстреляться в Чварков, но тут же попадает Юновидов. Георгий так держит этот высокий темп, который, в принципе, неудобен, вообще полностью неудобен Чваркову. Чварков очень много... Ой-ой-ой, хорошо, а вот здесь левым боковым подцепил, и мне показалось, как даже немножко так сплясал на ногах Чварков. Не толкай. Снова правый, прямой левый сбоку от Юновидова. Попытка атаки справа плотная, но там успел подтянуть Чварков, спрятал голову за плечо. И видно, такое есть уже небольшое нарусечение на левой брови у Чваркова. Снова двойный джеб от Юновидова под сюда. Столкнул он канатом, плотный боковой и слева туда же. Руки на месте здесь у Чваркова, но при всем при этом... А вот здесь хорошо точно попадает точечно Юновидов. Чварков понимает, что что-то ему нужно менять. Где-то и пытается выбрасывать вот эти вот комбинации. Между тем у нас концовка третьего раунда. Ждем продолжения поединка. Он подсел. Да, да, голову убери, голову убери. Когда далекий вот джеб бьешь, правый заходит туда. Правый зайдет. Решишь нормально, да? Ну каната заставиваешься, чувствуешься, да? На нем, сразу на нем, сразу на нем. Только чувствуешь, что входит. Когда рюку промачиваешься. Да, да, ну, короче, все равно ты не давай сильно, потому что по кругу судьи плотно. Дыхание вздевает все равно. Могу встать? Бокс. Четвертый раунд. Юновидов в принципе продолжает работать в своей манере. Что-то ему менять, возможно, и не нужно, потому что большинство его атак точно попадают в цель и приносят определенный как бы ущерб соперника. Там, кстати, апперкот был опасный от Чваркова. Там между перчаток он успел просунуть. Ну и как по мне, то складывается пока такое стойкое ощущение, что предыдущих три раунда Юновидов в принципе забрал. Поджимает снова канатом здесь Чваркова. Единственное, что пока делает, наверное, Виктор Чварков, это не дает приложиться по себе достаточно плотно и жестко. Хороших снова взвоенных два удара здесь от Юновидова. Снова поджат канатом здесь Чварков. Плотно по корпусу просятся здесь из угла у Юновидова. Хорошо защищался снова левый боковой. Пауз не дает здесь Георгий. Еще один левый сбоку. Два точных джеба в подбородок снова выбрасывает Юновидов. И тем самым подогнал канатом опять здесь он Шваркова. Ну, Шварков в свойственной себе манере, в принципе, показывает, что он достаточно стойкий и терпеливый боксер. Как мы уже говорили, из восьми поражений есть у него только одно досрочное поражение, которое он потерпел во втором своем профессиональном поединке. И было это в поединке против Евгения Романова. Ну, а Евгений Романов сам по себе парень очень бьющий и жесткий, конечно же. И вот здесь здорово, в дальние руки попадает Георгий. Не толкай. Джеб не его больше просят работать, чтобы здесь работал Юновидов. Но вот сейчас к четвертому раунду такое ощущение, что немножко так подадаптировался под атаки своего соперника все-таки Шварков. Да, он проигрывает этот бой, но пока не дает приложиться по себе максимально сильно. И смотрите, в каких-то эпизодах даже старается сам жестко где-то попасть. Хороших два удара снова от Юновидова. Георгий снова продолжает так преследовать по рингу своего соперника, немножко его поддавливая. Много легких ударов он выбрасывает. Ну, а у нас концовка четвертого раунда и, скажем так, экватор поединка. Восемь раундов по три минуты, потому что запланировано в этом бою. Снова почтальон, но правый в конце не точно от Георгия. И бойцы-боксеры расходятся на перерыв. Городик, шмаги стихнете? А че ты? Тебе сказано через переднюю руку постоянно входить. Зачем ты туда лезешь, блядь, с этими подставками со своими? Потом, где же вот по животу удары у тебя? Не лезь в правой прямой в атаке вообще туда в голову. Если ты туда скинул справа, с левой диагональю выходить тогда нужно. Понял. Он постоянно падает туда по направлению, все равно ты туда лезешь, блядь. Зайди через живот, с левой сбоку ты селись сильно выше. Скунданты. Бокс. Пятый раунд. В принципе, Георгий не меняет каких-то технических моментов, не добавляет. Все у него получается. Вот, кстати, достаточно редкий джеб от Чваркова. Пытается. Он начинает передней рукой и без ударов, без ударов шел так долго здесь Юновидов, что сам наткнулся два раза на джеб. Видно, что включился сразу же, начинает немножко так раздергивать. Похитрее начал подходить он. Снова просят бомбежку по туловищу здесь от Юновидова. Хорошо заряжает сразу туда за локоть правой рукой. Показавшись на короткой дистанции, сразу четыре удара выбросил Чварков. Не точно, правда, Юновидов сразу руки вернул на место. Снова плотный удар сюда в блок от Юновидова. Но вы видите, что Чварков достаточно легко ушел отсюда, от каната. Снова плотный джеб от Юновидова. Именно этим ударом он постоянно-постоянно теснит своего соперника канатом. Но поджав все-таки сюда Чваркова к канатам, чего-то такого существенного Юновидов пока донести не может. Да, он выбрасывает много крюков. И многие его удары достигают цели, даже в защиту попадают. Но вот потрясенным пока не выглядит Виктор Чварков. Он, в принципе, действует так же. Он оттягивается канатом, мы видим, перекрывается. Потом пытается отсюда уйти. И время от времени отвечает на ближние дистанции вот этими ударами по корпусу. Ну, при этом, конечно же, Торчварков не обладает таким уж мощным каким-то нокаутирующим ударом. Вообще, из своих двух побед, две победы у него судейскими решениями. Ну и в предыдущий раз он одерживал победу над Денисом Бахновым, этим опытнейшим ветераном из Санкт-Петербурга. Так, Юновидов продолжает преследовать своего соперника по рингу. Чварков оттягивается. Ну и время от времени максимально плотно клинчует для того, чтобы не дать пространство под удары снизу. Пытается отстреливаться здесь Чварков передней рукой, но по скорости он совсем не успевает за Юновидовым. У нас концовка шестого раунда, немножко решили ребята побороться в клинче. И вот так вот на выходе правым еще и левым боковым туда постарался зацепить Юновидов, но руки на месте здесь у Чваркова и у нас перерыв. Попитать? Чуть-чуть. Видишь, подсаживается к концу раунда? К концу раунда начинает павать джебы. Как я, как я тоже. Нет, но он прям начинает пропускать. Хорошо начинает. Собери. Собери силу, да. Что, выбегаем? Побыстрее. Бокс. Хороший удар в туловище от Юновидова вот тут вот. Начало, скажем так, шестого раунда. Тут же левый боковой, хотя пауза там была достаточно длинная. Так не стартовал Георгий. Снова почитали он два удара и туда же правый от Юновидова. Но, в принципе, наверное, Виктор Чварков предчувствовался к этой комбинации. В нужный момент он уходит сюда вниз. И, в принципе, каких-то тяжелых ударов на себя не принимает, да. Задача этого Джонни Мэна тут минимально пропустить ударов. Максимально меньше потерпеть ущерба. Ну, и сделать все для того, чтобы не пропустить. Довести этот поединок до конца. Мы видим, что, в принципе, наверное, из предыдущих пяти раундов во всех раундах все-таки одержал победу, конечно же, Георгий Юновидов. Ну, это и опыт, вот, прохождение с таким опытным бойцом всю дистанцию, опытным и стойким. При всем при этом мы, конечно же, понимаем, что очень сложно боксировать с тем бойцом, который максимально сосредоточен на том, чтобы не дать по себе ударить, не пропустить какой-то удар. Лишний раз сам не рискует, постоянно уходит назад. И поэтому для Георгия, скажем так, это достаточно серьезная и интересная такая практика, интересная проверка. Хорошо работает по туловищу снова Георгий. В принципе, он действует согласно плану, который он, вот, темп и план, который он додал с начала первого раунда. Снова правой рукой начинает подбивать сюда по туловищу для того, чтобы время от времени потом ударить плотно справа. А вот Виктор Чварков где-то иногда и пробует контратаковать. Прибавляй, прибавляй, подсказывают здесь Георгию, потому что в предыдущем моменте несколько раз точно он попал. Левый сбоку, сюда практически в висок еще раз справа. Снова хороший сдвоенный удар здесь от Юдавидова. Чаще начал так немножко зависать после пропущенных ударов, брать такие определенные паузы здесь Чварков. Но все-таки вот этот тоннаж, огромный тоннаж, количество ударов, которые он все-таки принимает на блок, где-то время от времени пропускает, начинает сказываться. Снова два удара. Хорошо от Юдавидова. Левый сбоку точно. Концовка шестого раунда. Да, Юдавидов начинает расстреливать. Еще один удар по туловищу. Хорошо от Юдавидова. Чуть-чуть борьбу. Понимает, Чарков, что да, там стоять не надо, но все-таки пропустил два плотных удара под концовку шестого раунда. У нас остается еще шесть минут этого поединка запланировано. Конечно, есть ли весь поединок пройдет всю дистанцию. Ладжева подогнал, даже ты можешь либо по корпусу, либо правой сбоку. Падаешь влево, падаешь влево. Копечи не выходи. Как только ты влево упал, без разницы. Защитное действие. После удара выход с левой руки. Либо в диагональ поднимаешь его, либо по печени. Поним? Да. Под постоянным джебом. Дистанцию. Он не встречает, он безопасный. На шаг просто зашел. Достаточно бывает шага там. Зашел, плотный кнопок, начинаешь поливать. Зашел, плотный кнопок, начинаешь поливать. Начало седьмого раунда. Сразу же начинает идти традиционно, наверное, уже для себя сейчас. Георгий в концовке предыдущего шестого раунда. В принципе, достаточно плотно подцепил своего соперника несколькими комбинациями Георгия Юновидова. И, наверное, это был один из самых сложных моментов пока в поединке для Виктора Чваркова. Там напропускал он очень незря, прилично. Снова хороший удар в голову слева и тут же по туловищу от Юновидова. Просит не работать только по голове здесь от Юновидова, чтобы больше убрасывать ударов. По корпусу хорошо подцепил там левым боковым Юновидов. Но пока, в принципе, держит эти удары все-таки Чварков. И снова двое-двое, но джеб точно туда же. Правый еще один. Вот этот тоннаж, он все-таки может сказаться в каком-то из эпизодов. И мы видим, что так на ногах начинает оттягиваться назад Чварков. Потому что он действительно понимает, что очень большое количество он начинает пропускать. Его реакция начинает падать. И все-таки находит брешь вот здесь в обороне своего соперника Георгий Юновидов. Снова сбойный джеб от Юновидова. Левый боковой туда сразу же. Но перчатку снова возвращает на место Чварков. Попытка справа там нанести. Но мы видим, что плотно-плотно перекрывает голову. Так убирает голову в сторону. То влево, то вправо от ударов своего соперника Виктор Чварков. И при этом смотрите, у канатов начал застаиваться больше, чем в предыдущих раундах, наверное, все-таки Чварков. Видно, что задышал он эти удары по туловище. Он все-таки прочувствовал еще два хороших удара по туловище от Юновидова. Хватит ли вот этого тоннажа, вот этого плотного количества ударов от Юновидова для того, чтобы все-таки подломить где-то Виктора Чваркова, где-то подбить его и заставить его встать там на колено или отправить его в нокдаун. Ну и, конечно же, либо в нокаун. Не держать! Виктор Чварков тут спасается в клинче. И его основная задача это сейчас терпеть до перерыва. Два удара туловища от Юновидова. Тут же удар по голове. Ну а нас еще ожидает три минуты этого поединка. По крайней мере, весь следующий раунд, если бой не закончится досрочно. А ты можешь ударить, ты его не бил, левый или правый сбоку, вот такой дальний, как мы били на лапах? Вот сейчас попробуй залега ударить, допускай трубу, когда... В последний раунд пожать руки нужно будет. Попробуй вот зарядить, просто поделить, последний раунд уже не экономит, просто последний раунд нормально поделиться. Я понимаю, ну вы поделитесь, поделитесь, вот эти вот удары по закиды, понимаешь, может пройти. Справа к боку пройдет или слева полетит. Друзья мои, господа, заключительный раунд боя, давайте поддержку! ТОП! Зрители аплодисментами поприветствовали боксеров перед заключительным раундом этого поединка. И сразу вперед идет Георгий Юновидов. Именно ему нужно больше выбрасывать ударов. Все-таки, скорее всего, планирует он, по крайней мере, очень к этому стремиться, для того, чтобы закончить досрочно этот поединок, одержать шестую победу. Хотя, в принципе, наверное, по судейским решениям, я думаю, все раунды пока в копилке здесь у Юновидова. Но при этом видим мы, что старается он не просто довести поединок до судейского решения, до судейской победы, а именно где-то завершить даже досрочно. Бокс! Боковое тут же снизу слева от Юновидова. Удар в туловище здорово попадает здесь Георгий. Хороший удар еще слева, снизу, сбоку. Виктор Чварков пока показывает только чудеса стойкости, принимая вот эти все удары на себя, где-то на защиту. Три удара здорово, и один из которых так достаточно плотненько вскользь прошелся по подбородку здесь у Виктора Чваркова. Пытается немножко здесь спастись в Кринч. Чварков начинает изаться, потому что другого ему чего-то не остается. Он начинает застаиваться у канатов и очень много ударов пропускает. Правый боку точно там от Юновидова. Юновидов и в восьмом раунде видно, что готов физически очень хорошо, и продолжает вот так вот расстреливать своими сериями своего соперника постоянно, непрерывно, при этом держа вот этот темп на протяжении всего боя. Чуть-чуть подзависелся где-то немножко здесь Юновидов, и уже Чварков сразу, в свою очередь, отвечает справа. Не очень жестко, но все же удар выбрасывает. Ну а так как это тяжелая весовая категория, тут каждый удар может все завершить. Слава боковой от Юновидова. Просят, просят не увязать здесь в клинче Юновидова, просят, чтобы Георгий постоянно-постоянно насыпал, набрасывал свои удары, потому что это действительно чувствуется, что есть определенная проблема. Смотрите так, откровенно уже клинчует здесь Чварков, но при этом всего 30 секунд остается Чваркова для того, чтобы достоять в этом поединке. Ну конечно же, о какой-то победе здесь не идет и речи, но достоять. Снова у Ханатов застоялся хорошо, апперкотом снизу попал здесь Южин. По туловище и сразу перевод на голову. Десять секунд концовки. Стоп! Ждем судейского решения. Второй поединок сегодняшнего нашего вечера заканчивается судейским решением. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давай, братан! Герман! Чего ты хочешь? Герман, он где-то тут далеко. Отвечи, объявляешь скотину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы смотрите турнир от RCC Boxing Promotions и по традиции обсуждаем это событие с генеральным директором организации Германом Титовым. Герман, здравствуйте. Здравствуйте. Мы так называем этот турнир, что большой бокс возвращается в Челябинск. Действительно, это очень классное событие. Расскажите, пожалуйста, вы с какими мыслями сегодня на турнире присутствуете? Ну да, три года бокса в Челябинске не было по разным, конечно, событиям. И до этого у нас был традиционный. Мы под каждый день города делали бои. Турниры по профессиональному боксу, по большому боксу. Даже если прошлый турнир это был Сергей Ковалев. Он, кстати, и челябинец. И, конечно, для Челябинска это был большой праздник. И я думаю, что будет... Ковалева, конечно, нет. Но это будет очень большой турнир. Это, так скажем, мировой бокс в Челябинске. Да, но Заур Абдулаев зато есть. Заур Абдулаев в Челябинске. Сегодня у него соперник это Хавани Страфоне из Мексики. Вот в связи с этим вопрос, Герман. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки это действительно серьезный соперник для Заура Абдулаева при условии, что предыдущим соперником Абдулаева был сам Хор Хелинарес? Ну, я бы не сказал, что это шаг назад. Это, так скажем, очередной бой, очередное испытание для Заура. Соперник очень приличный. То есть это, можно сказать, в мировом топе. Так как его последние были очень хорошие бои. Он в Англии завоевал титул АБО. Потом, правда, уступил. Но... И он... Я вижу, что он как серьезно настроен. Даже по дуэлю взгляду. И так с ним разговаривали. Он очень... Он приехал за победой. Как вам вчера дуэль взглядов в присутствии 50 тысяч зрителей? Это что-то невероятное, конечно. Да, я такое только видел, когда выступал с Ауэль Арвайрес. Только у него приходит примерно столько же зрителей. Я был на его последнем бою, когда он проиграл Биволу. И тоже было на взвешивании. Примерно вот... Примерно такая же обстановка. Это... Это... Это вообще, да, это... Это зарядило, я согласна с вами, на все сто процентов. Ну, и расскажите нам, пожалуйста, про вообще планы организации. Про планы RCC Boxing Promotions. Что планируется в ближайшее время? Ну, в ближайшее время, значит, у нас таких два больших события. Это 22 октября в Екатеринбурге. Большой... Большой бокс. Тищенко с серьезным соперником. Магомед Кубанов, серьезный соперник. И также могу сказать, что Линара снова возвращается в Россию. Он проводит бой с Жорой Амазаряном. Вот как. Да. Это очень интересное противостояние, так скажем, опыта и молодости. Ну, вы сказали еще про одно событие. Да. И 5 ноября в Арабских Эмиратах наконец-то у нас Шавкат будет боксировать за звание чемпиона мира снова. Третий поход за титул. Да, да, да. Ну, конечно же, мы все будем верить в Шавката Рахимова, что он привезет пояс. Герман, спасибо вам большое. Друзья, а мы продолжаем, ведь это турнир от RCC Boxing Promotions. Сегодня я провел так легкий бой с тенью. В ринге ожидать от меня, я думаю, ну, хороший, красивый и, самое главное, зрелищный бой. Вот такое вот общение с детьми, они на тебя смотрят, стараются равняться, берут пример, возможно. И, ну, то есть, это еще больше себя вдохнуляет самого. Посмотрел, посмотрел на новых бойцов, как они работали в бой с тенью. Ну, понравилось. Мы все делали быстро, профессионально. Назад не уходите, только по кругу, за спину, за спину, за спину, за спину, за спину, сюда, сюда, шикар, сюда. Поняли? Давай. Сегодня я постарался ребятам немножечко так описать тренировочку, как проходит у Заура, да, разминку там, специальная физическая работа, да, чтобы они немножко почувствовали это, да. Это, конечно, очень хорошая идея у организаторов была. Хотелось бы больше с ними поработать, но ничего. Порцию положительных эмоций, думаю, они тоже получили, как я. Дорогие друзья, вечер бокса продолжает восьмираундовый бой в тяжелом весе. Тут 90,70 килограмм. Встречайте в синий угол ринга бойца из города Макеевка Игорь Вельчицкий. Уважаемые друзья, наш турнир продолжается. Игорь Вельчицкий следующий приглашается в ринг. И это тяжелый вес. 31 год. Этому боксеру город Макеевка он представляет в данный момент. Живет и тренируется в городе Москва. 187 сантиметров составляет его рост и его послужной список. Шесть побед, одна из которых досрочная при четырех поражениях. Все четыре поражения досрочные у него как раз таки. Дебютировал он в 2015 году. Шел на хорошей серии из четырех поединков. В 2017 году одержал победу над Рустамом Магомедовым. Но встретился с Владимиром Ивановым в 2020 году. И потерпел свое первое положение техническим нокаутом уже в пятом раунде. Ленар Перес был его следующим соперником. И снова досрочное поражение. Свой предыдущий поединок он, кстати, одержал победу. И одержал победу над Ярославом Дорошенко. Которого он сумел сначала отправить в нокдаун. А потом еще и победить. Встречайте его соперника из города Иркутск. Синис Сарыцкий. Денис Савицкий. Боксер, представляющий город Иркутск. 24 года. Достаточно молодой боксер. На его счету четыре победы. Три из которых досрочных. И одна ничья. Дебютировал он, кстати, достаточно давно. В 2018 году. Выдал вот эту вот как раз таки свою единственную ничью. С Максимом Архиповым. После чего взял такую достаточно серьезную паузу. До 2021 года вообще не выходил на профессиональный ринг. После чего вернулся и выдал серию из четырех побед. Три из которых досрочные. Три из которых аж первых раундов. В предыдущем своем боем первый раз дебютировал в промоушене RCC боксинг. И тогда одержал победу над Александром Пелевчуком. Который шел на тот момент на победной серии из семи поединков. Дамы и господа. Представляю вам соперника в синем углу. Боец из города Макеевка. Ему 31 год. Рост 187 сантиметров. Вес 90 килограммов. 500 граммов. Профессиональный рекорд. 10 поединков. 6 побед. Одна одержана нокаутом. 4 поражения. Игорь Вильчицкий. Его соперник в красном углу. Из города Иркутск. Ему 24 года. Рост 180 сантиметров. Вес 90 килограммов. 900 граммов. Профессиональный рекорд. 5 боев. 4 победы. 3 одержана нокаутом. Одна ничья. Денис Савинский. Реферебоя Виктор Панин. Реферебоя Виктор Панин. Реферебоя Виктор Панин. Реферебоя Виктор Панин. Рефереб motorek. Рефер Бар S5. Панин. Виктор Панин. Реферебоя Виктор Панин дает команду в начале боя. Панин готов – это сразу передней рукой. Так начинает работать Денис Савицкий. левый на левую пока у нас такая разведка а в этом поединке запланировано 8 раундов попытка снова джеба в корпус здесь под савицкий но не точно пробовал пробивает денис здесь левый еще боковой оба боксера пока работают передней рукой так нащупывают нащупывают там туловище попытался дотянуться вроде о вильчицкий но не попал быстро легко но в принципе серийно пытается работать здесь где-то denis хорошая комбинация вильчатки встречает не дает больших пауз быстро точно сразу же контратакует здорово в туловище попадает игорь позиционная позиционная пока борьба увидим что никто не отдает пространство и тот и другой работает в центре ринга снова в джеб в туловище и плотно заряжает там вильчицкий как мы уже говорили и игорь вильчицкий как раз таки в предыдущем своем поединке встречался с ярославом дароничем не битым бойцом на тот момент и уверенно так достаточно забрал тот поединок причем откровенным андердогом выходил тогда игорь на тот поединок но уже в первом раунде он отправил фаворита в нокдаун после чего вильчицкий в принципе взял поединок под свой контроль оказал такое достаточно серьезное сопротивление и один забрал победу раздельным решением судей в данный момент возможно идет на таком эмоциональном подъеме после такой победы было у нас немножко перестрелка и тот и другой пока работает только передней рукой правую руку пока дальнюю не включили учат неплохая двойка была от вильчицкого и боксеры расходятся на перерыв сегураты побыстрее капа 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 в угол-вугол ребят в угол-вугол полетел немножко здесь вперед Денис чуть-чуть провалился здесь советский тут же вильчинский разведился такой серии успел кс правда советский там подтянуть руки на блок вот кстати что касается карьеры игоря вильчинского то как раз таки был его единственный запланированный восьми раундовый поединок и было в это просто арслана ялыева ну и тогда не прошел он всю дистанцию техническим нокаутом потом во втором раунде потерпел поражение игр поэтому опыта у него прохождение вот такой вот дистанции пока полностью нету а для дениса советский вы как раз таки опыт такой есть именно свой предыдущий поединок против александра пилипчука он провел в городе екатеринбурге было это академии единобор и тогда восьми раундовом поединке одержал победу с судейским решением возможно вот этот опыт умения проходить вот эту дистанцию полостью сегодня будет на стороне дениса советского вот так и идёт вперёд с джебом так время от времени пытается пробивать сюда через руку видно что открылось у него такое небольшое кровотечение износа хорошо подхватил здесь эпизод советский но не стал увлекаться где-то на четвёртом ударе приостановился уже понял что не смог не догоняет он своего соперника уходит там на ногах вильчицкий правый левый пробивает здесь игорь так полетел было вперёд с двойным джебом но сразу же наткнулся на встречный удар своего соперника здесь советский а хорошо удал пробил в грудь еще один туда же сразу пробивает где нет и надо сказать что пока поединок достаточно такой ровный и близкий работа возможно ну вот где-то во втором раунде наверное на мой взгляд опять это чуть-чуть поточнее но при этом игорь вильчицкий видно что настроенный готов еще включиться так как он умеет показывать характер а нас ждет третий раунд после перерыва вода холодно нормально так а 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 и и а и а а и Синий угол. Капа. В угол. Третий раунд. По собранным на ногах здесь просили Дениса Савицкого. И Савицкий постарается это сделать. Пока он так дисциплинированно достаточно ведет этот поединок, не бросается. Хороший удар в туловище здесь от Вильчицкого с правой руки. Ответная атака здесь же от Дениса в корпус. Хорошо там навстречу бил Дениса вот этот боковой слева. Чуть-чуть размена. И клинин. Виктор Панин дает команду. Брейк и боксеры снова опять находятся здесь в стойке. Причем при этом, да, не летит никто на соперника. Видно, что каждый из боксеров готовит атаку. Хорошо по туловищу после уклона от Дениса. Савицкий здорово там отработал этим крюком. Хорошо, справа попадает не очень жестко, но при этом точно Савицкий. А вот здесь вот перехитрил немножко здесь Вильчицкий своего соперника. Закинул вроде боковой. Он уже прицепил слева. При этом каких-то таких вот откровенных разменов мы пока не видим. Каждый из боксеров работает из защиты и снова возвращается в нужный момент. Правой на правую здесь били боксеры. Но так оба и тот и другой не попали своими ударами. Пошел было в атаку Савицкий, но здорово отзащищался на ногах. И Гри сразу же сместился. Хороший левый боковой, но в блок попадает здесь Савицкий. Работаем, работаем. Легко, но точно достигают цели. Удары Савицкого в подбородок с передней руки. Но от этого это именно и просят у него из угла. Больше выбрасывать ударов, накидывать, накидывать, приучивать соперника к определенной дистанции. И потом время от времени ударить сильно и мощно. День тяжелый. Ребята, работаем, работаем вблизи. Работаем в ближний бою. Концовка третьего раунда. Включились оба боксера, пошли в размен. Стоп! Ну и у нас перерыв. Концовка третьего раунда. Концовку поддаешь. А ты давать, нет? Да. Концовку поддаешь. Да, да, да. Концовку поддаешь. Да. Концовку поддаешь. Концовку поддаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четвертый раунд начинается с атаки Игоря Вильчицкого. Работаем, почище работаем. Хорошо цапает передней рукой. Точно. Савицкий. Пошел был вперед Савицкий, но так ударил коротко снизу, но немного низковато здесь Вильчицкий. Реферезил устное предупреждение, но, в принципе, так чего-то криминального не было. Снова длинная пауза. Ну, а между тем у нас четвертый раунд. И, в принципе, поединок так подбирается к своему экватору. Справа вроде выбросил там Савицкий, но не точно. При этом, как вы видите, пока поединок так, в принципе, складывается достаточно конкурентно и достаточно близко. Есть, возможно, где-то немножко... Точнее, было у Савицкого преимущество в точности в каких-то из раундах. Но, в принципе, пока Вильчицкий справляется с этим, успел где-то он как-то немножко перестроиться, и определенных проблем не у него возникает. Снова так немного подрасслабился здесь Вильчицкий. Начинает больше работать он корпусом, начинает немножко где-то уходить от атак своего соперника. О, я тут туловище коротко и пропустил. И посмотрите, да, нокдаун это. Реферий открывает счет. Шесть, семь, восемь. Ты готов? Да. Вытянем руки. Стоп! Тайм! И там потерял гапу уже. Это как раз-таки Денис Савицкий пытался он ее там вернуть, пока он вышел, высушил счет. Игорь Вильчицкий. Все возвращается. Ну и, в принципе, есть еще время в этом раунде. Пойдет ли на обострение, будет ли бросаться, потому что так хорошо пробил туловище своему сопернику неожиданным ударом Савицкий. Включается он. Для него это шанс. Хорошо левой сбоку попадает. Работаем, работаем, работаем. Зал оживился. Почувствуем, что да. Снова снизу попал здесь. Вильчицкий начинает преследовать здесь Вильчицкого. Игорь там перекрывается низко. «Не иди головой», просит Виктор Панин. Выдержал пока все вот эти атаки своего соперника в этом раунде после награуна Игорь Вильчицкий. Концовка четвертого раунда, да. Ну и очень хороший раунд для Дениса Савицкого. «Давай, вытщик!» «Давай, вытщик!» «Души!» «Так, погоню!» «Давай, я не буду спать!» «Ну что, мы провели дальше?» «Ну что, мы не спать?» «Потяжись!» «На нещего раунда, да.» «Да, газ, газ!» «Потяжись, там!» «Тихом» «Потяжись, там!» «В угол, в угол!» «В угол, пожалуйста!» Нам в перерыве видеорежиссеры показали, как это было. Вот там начал двигаться от своего соперника Игорь Вильчицкий. Где-то поменял стойку и точный, легкий, но при этом точный очень тычок с правой руки. Точно в область печени он пропустил. Работаем, 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 работаем. Посмотрим, насколько сумел восстановиться все-таки Вильчицкий. Вполне возможно, только было сбито там дыхание. Опасно пробивает мощный точный удар Вильчицкий с правой руки. Тут Денису ни в коем случае нельзя заигрываться. И Савицкий здесь где-то немножко так-то проспал эту атаку. Но достаточно темп невысокий пока. Попытка почтальона здесь от Савицкого, но не точно. Хорошо, там левым боковым цапнул навстречу. Не очень жестко, но при этом точно. Савицкий. Ой-ой-ой, пошел вперед так с атакой. Понимает здесь Вильчицкий, что слишком много перестоял. И ему нужно после предыдущего раунда возвращать все обратно. И пытается он это сделать. Снова потеря капы. Побыстрее, побыстрее. Могу, пожалуйста. Тайм! Капа возвращена и реферит дает команду о продолжении боя. Воперкот неплохо подцепил Савицкий. Вильчинский, в принципе, его достаточно уверенно выдержал. Пошел вот с этой многоударной атакой. Ребята, повнимательней, повнимательней. Бокс! Повнимательней, повнимательней. Не опускать голову низко просит рефери здесь все-таки от боксеров. Взрывная атака здесь от Вильчицкого. Но, в принципе, готов был к ней. Савицкий вовремя сместился на ногах. Ничего не дал пропустить. Ничего не дал попасть по себе. После концовки предыдущего раунда ТЭП снова вернулся. Вот такое неторопливое русло. Передней руки пытается нащупать здесь своего соперника, пока не форсирует. Событие Дениса Вильчицкий. Вильчицкий понимает, это время от времени так двойками отгоняет своего соперника от себя. Но потом снова отдает где-то инициативу. Наверное, все-таки не до конца он восстановился после того удара по печени. Хотя он был не очень тяжелый, но дыхание сбил. А вот течение открывается износа здесь под концовку пятого раунда у Дениса Савицкого. А боксеры расходятся на перерыв. С laguna Савицкий. «Под джеб». Ударь, ударь. Ударь, плотно ударь. Секунданты! Красный угол, побыстрее! Красный угол! Ребят, побыстрее! В угол, пожалуйста, в угол, в угол! Пошел вперед здесь немного Игорь Венчицкий. Работать, работай! Да, достаточно серьезная открылась износа у Дениса Савицкого. В любом случае, это для него и его команды не очень приятный момент. Хорошо, сейчас на выходе подцепил. Лево-буковым и сразу включается. Посмотрите, как Венчицкий, буквально как хищник, только посчитывал, что попал, сразу включился. Ничего не остается другого Дениса Савицкого, как ответить, попытаться здесь где-то отстреляться и вступить в размин. Из угла у Савицкого требует от него, чтобы постоянно немножко тянул на себя и здесь подхватывал, так вытягивал на себя. Возможно, вот то преимущество в скорости, которое было в первых раундах у Савицкого, пытаются немного реализовать его команда. Работаем, работаем, работаем! Собрано, собрано! Снова там полетел вперед буквально, наверное, Игорь Венчицкий, но налетел на такой короткий левый боковой. Через переднюю руку пытается работать здесь Денис Савицкий. Чувствуется, что сам немножко так функционально он где-то подпросил, вот тут чуть-чуть решили побороться. Боксеры. У Дениса, кстати, и кровотечение из носа, и есть определенная еще такая гематома под правым глазом. Належается хорошо на правую руку здесь Венчицкий. Размен! Попал, попал здесь Игорь. Тут же просит здесь от Савицкого повязать немножко, что он, в принципе, и делает. Максимально сразу же прижимается и дает ничего нечего сделать своему сопернику. Два удара в передней руки, и третий раз за этот поединок теряет капу Денис Савицкий. Капа возвращена. Снова сдвоенный джеб здесь от Венчицкого и оба точные. Сам под концовку уже здесь пропускает Венчицкий джеб, но с такой атакой пошел вперед. Хороший раунд, и мне показалось, что в этом раунде где-то немножко Игорь Венчицкий смотрелся поинтереснее. Сейчас уже остановилось. Сейчас, я что еще сделаю? Воду. Воду. Ведите. Ведите. Как у нас дела, нормально? Отлично. Секунданты. Побыстрее. Капа, ребята, капа. Раз, в угол, побыстрее. Капа. В угол, в угол. В угол. Седьмой, он же предпоследний раунд. Из восьми запланированных. Остается шесть минут, конечно же, если поединок пройдет всю дистанцию. Хорошо. Два удара и правый удар туда в догон. Почище работа, почище работа. Попадает хорошо Игорь Вильчицкий. Удар в туловище отвечает сразу же Савицкий. По затылку бьем. Работа, работа, не держать. Бей! Чуть назад. Дышишь хорошо, работай. Больше подсказывают здесь из угла Игорь Вильчицкий. С кого попробует ли он попытаться здесь? Пойдет ли он туда обострение? Ребята, повнимайся. Грязная работа. Потому что поединок достаточно близкий. Как уже неоднократно я говорил. И поэтому вот эти два раунда будут в крайней степени важны для того и для другого боксера. Хорошо. Продолжай, продолжай. Продолжай, продолжай. Подходи, сам подходи. Обещай, подходи. Здесь, кто-то находится. Дай, дальше, дальше. Ну, как мы говорили, что Игорь Вильчицкий еще ни разу не проходил полную вот эту дистанцию в 8 раундов. Ну, а его соперник Денис Савицкий в предыдущем своем поединке судейским решением одержал победу в 8 раундовом поединке. То есть опыт прохождения вот именно такого времени у него есть. Там чуть-чуть поборолись боксеры в клинче. Подгоняли, подгоняли там, как говорили, из угла. Но, в принципе, Вильчицкий где-то не рискнул. Не стал он наносить удары. Очень экономно работает и тот, и другой. Савицкий пытается немножко идти вперед. Вот два удара попадает, но все в блок. Вильчицкий очень плотно перекрылся. Включается, включается здесь Савицкий. И хотя не все удары легли точно в цель, но это определенная активность. Меньше минуты остается до конца седьмого раунда предпоследнего. Хорошая атака по туловищу здесь от Дениса. И снова клинч. Меньше 30 секунд остается до конца седьмого предпоследнего раунда. И тому и другому боксеру нужно все-таки обострение. Так вроде поджал здесь Савицкий своего соперника канатом. Но чего-то такого не стал делать. И в принципе, наверное, Вильчицкий отсюда спокойно достаточно ушел. И снова потеря капы. За 10 секунд до конца седьмого раунда снова вылетает капа. Поджал здесь у Дениса Савицкого. В угол. Тайм! Бал! Бал! Стоп! Аплодисменты! Люд! Люд! Еще! Спишь, экономишь, дышишь нормально, спишь. Сейчас надо выигрывать, давай! Волей на голову! Дамы, господа, заключительный раунд боя. Давай, Диман, держим отсюда! Восьмой, он же заключительный раунд этого поединка. Сразу идут вперед боксеры. Не экономим силы. Не экономим силы, подсказывает здесь Вячеслав Коммун. Но ни тому, ни другому здесь, конечно, силы экономить не нужно, потому что, в принципе, как мы уже говорили, поединок достаточно близкий, ровный и тяжело сказать, кто ведет вот так вот по судейским запискам. Чуть-чуть немножко поборолись ребята в клинче. Ребят, работаем, работаем! Близи, работаем! Шаг назад! Снова рефери приходится так немножко разнимать боксеров из клинча. И снова такая длительная пауза перед атаками. У Саицкого вроде немножко прекратилось это кровотечение из носа, но, кстати, у Величицкого только оно немного открылось. Работаем! 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 Брэй! Секунданты просят, просят активности от боксеров, потому что, действительно, это справедливо. Возможно, это именно им нужно для того, чтобы забрать этот раунд и забрать победу в этом поединке. Попытка там двух ударов в ответе от Саицкого, но не точно. Величицкий снова начинает тянуть чуть-чуть на себя. Два удара снова на взрыве он пробивает. Пытается сразу же прижаться в клинче. Работаем! 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 Стоп! Держите! Держите! Бокс! Ребята, работаем! 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 Присо weiter! Работаем! Снимайте голову! Взбрите! Ребята, работаем! Работаем! Брэй! Брэй! Шаг назад! Ох, пошел в размены тот и другой Чуть-чуть поразменивались боксеры ударами Меньше секунд остается до конца раунда и поединка соответственно Так, буквально навалом идет вперед Игорь Вильчицкий Но где-то ему удается продавить здесь Савицкого Точно поточнее здесь выглядел Савицкий и у нас концовка Вот взрывается здесь Игорь Вильчицкий А нам остается просто дождаться судейского решения Игорь Вильчицкий Игорь Вильчицкий Игорь Вильчицкий Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Дорогие друзья, вечер бокса продолжает 6-раундовый бой в полулегком весе до 57,2 килограмм. Встречает им синий угол ринга бойца из города Новокузнецк Павел Гунченко. А вечер профессионального бокса, большого профессионального бокса в городе Челябинске продолжается. И Павел Гунченко появляется на ваших экранах боец, представляющий город Новокузнецка, Россия. Это полулегкий вес весовой категории до 57 килограммов, 200 граммов. Павел Гунченко, как мы сказали, уже представляет город Новокузнецк, дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году. Одержал достаточно уверенную победу над Дамиром Абдекадыром судейским решением в 4-х раундах в своем дебютном поединке. После чего сосредоточился на своей любительской олимпийской карьере и каких-то поединков в профессионалах не проводил. Вернулся снова на профессиональный ринг в 2021 году в апреле и снова одержал победу над еще одним дебютантом. Также одержал победу судейским решением и также единогласно и бескомпромиссно. После чего снова взял определенную паузу и сегодня именно он приходит сюда за счетом 2-0 для того, чтобы сразиться с местным боксером Иваном Черковым. В кроссовый угол ринга встречает бойца из города Челябинск Иван Черков! Ну а следующим в ринг двигается вы видите сами Иван Черков, боец, представляющий город Челябинск. Ему 26 лет и на его счету 8 победных поединков. Не имеет он поражений, не имеет он ничьих, но во всех своих 8 поединках он одержал победы судейскими решениями. Дебютировал он в 2018 году, дебютировал он как раз таки здесь в городе Челябинск и тогда одержал победу судейским решением. После чего дебютировал в промоушене RCC боксинг и провел свой первый поединок под баннером этой организации в ноябре 2019 года. Также сразу же одержал победу, после чего стал регулярно проводить поединки именно в RCC бокс-промоушене. Свой предыдущий поединок он провел в Академии единоборств в городе Екатеринбурге в июле 2022 года. И уверенно единогласным решением судей одержал победу над Лефробом Хамидовым. Дамы и господа, представляю вам соперника. В синем углу боец из города Новокузнец. Ему 28 лет, рост 167 сантиметров, вес 58 килограммов 100 граммов. Профессиональный рекорд 2 боя. В обоих одержаны победой Павел Кунченко. Его соперник в красном углу из города Челябинск. Ему 26 лет, рост 171 сантиметр, вес 58 килограммов 100 граммов. Профессиональный рекорд 8 поединков. Во всех одержаны победы незнающий поражение Иван Черков. Рефериар Иван Петров. Соблюдайте правила. Внимательно слушайте мои команды. Пожмите руки. Обоим удачи. Возраст, рост и вес боксеров на ваших экранах постарше на два года. Гунченко. Ну и повыше, немного выше здесь Иван Черков. Первый поединок. В стойке левши начинает этот поединок Павел Гунченко. Ну и стойке правши Иван Черков. Иван Черков потихонечку начинает подбираться. В принципе, так достаточно высокий темп боксеры берут в самом начале первого раунда. А у нас шесть раундов по три минуты запланировано здесь. Так пытается здесь на сайстепе подхватить своего соперника здесь Гунченко. Но не точно. Черков в принципе достаточно высоко держит руки. Поддавливает. Хороший удар в разрез здесь от Гунченко. Удар по туловище от Черкова. Начинает, начинает, пытается поддавливать здесь Иван Черков. Кстати, с 2019 года он не боксировал в родном городе Челябинске. А в основном большинство его поединков проходили в городе Екатеринбурге. Хорошо по туловищу здесь от Черкова. Тут же ответная атака от Гунченко, но все в защиту. Руки высоко держит Иван. Хорошо поджал и два удара по туловищу тут же пробил Черков. Снова набросил несколько хороших ударов руками здесь Иван Черков. Хотя сам, смотрите, в ответ и пропустил по туловищу туда. Иван Черков, несмотря на то, что нельзя его назвать заправским нокаутером, во всех своих восьми поединках одержал победы он судейскими решениями, но во всех своих поединках одержал победы единогласными решениями судей. Достаточно уверенно вот так вот перебоксировав, навязывая своим соперникам вот этот вот высокий темп, постоянные размены, постоянное давление. Мы посмотрим сегодня, сможет ли именно вот в своем вот этом стиле Иван Черков одержать победу. Там хорошо на ногах закручивал Гунченко. Все-таки чувствуется, что есть опыт любительского олимпийского бокса у этого боксера, и он часто смещается на ногах, очень быстро бросает. Контовка. Тут пошли в размен боксеры. Первый раунд закончен. Все, 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 идите. Все, все, дыши. Моргнуться надо, а? Нет. Что еще? Подскажите, что дальше? Так и работай, так и работай. Бам, снизу поднял, выходи сразу. Понял? Да, да. Больше. Да, выходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй раунд начинается и сразу идет в атаку Иван Черков. При сомнении он будет постоянно прессинговать, как было его, кстати, как это и было в его предыдущих поединках. Помним мы против Мехроба Хамидова, когда он постоянно поддавливал и наращивал темп от раунда к раунду. Против Узмона Абдулаева. Поединки, против которого он также достаточно успешно его одолел. Против Владислава Борисенко. Помним мы, это тоже поединок. Хороший удар по туловищу здесь от Черкова. Еще один туда же. Эти плотные и хорошие удары попадания по корпусу могут все-таки забрать силы здесь у Павла Гульченко. Ну и шесть раундов по три минуты запланировано в этом поединке. И, наверное, это тоже также на руку все-таки Ивану Черкову, потому что он проходил и шестираундовые, и даже восьмираундовые поединки. И опыт вот такой вот дистанции у него все-таки имеется. При всем при том, что Павел Гульченко пока больше четырех раундов в своей карьере. И именно, ох-ох-ох, точно попадает Черков, пока не проводил. Взвинчивает темп здесь Иван Черков. Пытается уйти здесь от канатов Павел Гульченко, но Черков вот этим прессингом, постоянным давлением, постоянным атаками, постоянными финтами все-таки так немножко подзбил с прицела своего соперника. Хорошо опять по туловищу заезжает Черков. Постоянно, постоянное такое давление. Именно вот таким вот темповиком умеет работать Черков. Снова хорошо защищался. Корпусом здорово умеет защищаться здесь Черков. Показывает, что даже так с опущенными руками может немножко где-то поправировать. Но увлекаться, наверное, этим все равно не стоит. Несмотря на то, что Павел Гульченко не имеет ни одной победы досрочной, в принципе, точное попадание даже в этой весовой категории может быть достаточно опасным. Хорошо снова справа попадает Черков. Точно. 30 секунд остается до конца второго раунда. И хороший опять удар по корпусу от Черкова. Не дает он здесь расслабляться все-таки. Гульченко много ударов на попадало. Смотрите, вот во втором раунде тот темп, который навязывает Черков, становится определенной проблемой все-таки для Павла Гульченко. Два коротких, но точных боковых, как прилепляется правая рука Черков. И у нас перерыв. Подожди, стой. Как не идет? Ты подрослабься. Ну ты немножко подрослабься, и все тебе придет, блин. Как не идет? Все у тебя идет. Нет, Вань, он уже почти твой. Ты еще два раунда, и он твой. Ты эти два раунда грамотно сделай. Не оставляй, Ванька, поселение. Ванька, а что это у тебя за фишка? Ты попал, ты стоишь, смотришь, ухудет. Нет, ну ты помоги ему упасть. Смотри, палки, блин. Сколько с тобой уже говорим? Третья раунд. Во втором раунде, да, Черков взвинтил так темп. Поднял его, скажем так, на определенный уровень. И сразу видно, что начал чаще ошибаться пара Кунченко. Кунченко немножко пытается здесь чуть-чуть повязать, но рефери Роман Петров тут же прекращает это. Заставляет промахиваться Черков. И снова удар в туловище. Еще один туда же. Хорошо подцепил левый снизу, правый сбоку попал. Сразу видно, что зрители ожили. Держать. Активная работа в начале третьего раунда. Очень хорошо, благотворно так влияет на технику Ивана Черкова. Хорошо снова по туловище. Еще один удар туда же. Очень много пропускает ударов по корпусу здесь Кунченко. А может на нем сказаться. Промахивается Кунченко. Чувствуется, что немножко сразу подпросел он по скорости. Два раза промахнулся подряд. Черков включается. Хорошая, быстрая, скоростная работа. Три удара и по туловище. Еще один апперкот сюда в разрез. От раунда к раунду прибавляет Черков в темпе. И Кунченко чувствуется, что прям не справляется. Минута до конца третьего раунда. Снова апперкот туда в разрез. Пытается, пытается, пытается что-то Кунченко включить тут в ответ. Что-то противопоставить. Но пока ничего у него не получается. Ему приходится постоянно пятиться. Видно, что скорость его ударов так потупала. Снова апперкот в разрез от Черкова. Левый сбоку. Туда к висок. Еще одна попытка апперкота. Но все видит уже эта Кунченко. Стал заряжаться так на одиночный удар. И одиночный удар успевает. Так заблокировать либо защититься. Хорошо. Справа. Снова в разрез. Тридцать секунд еще остается. Дал промахнуться несколько раз своему сопернику здесь Черков. Концовка. Так оба опустили боксеры руки. Хороший третий раунд для Ивана Черкова. Жора, дай попить скорее. Ноги встали. Нормально? Ноги, конечно. Ты переделай. Смотри, как будешь сейчас это. Подраздачи стоять, я кину полотенце. Давай, считай. Все, все. Все? Все, на ногу, бля, нахуя, бля, вот этот удар. Уважаемые друзья, ну и угол. Павла Гунченко принимает решение отказаться от продолжения поединка. Как это растрактуется? Возможно, какая-то определенная травма, но при этом вот такое вот решение. И это первая досрочная победа Ивана Черкова, скажем так, на родной арене. А нам мы ждем официального объявления победителя. Ивана Черкова, скажем так... Работа! Недо уже... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Одна одержим нокаутом, одно поражение, две дичи, Карен Маргарет. Его соперник в красном углу из города Мяс. Ему 25 лет, рост 173 сантиметра, вес 61 килограмм, 900 граммов, профессиональный рекорд, 8 поединков, 7 побед, 4 одержим нокаутом, одно поражение. Вильдан Минаса. Ребер-бай, Виктор Банин. Господа боксеры, господа боксеры, я прошу вас, опасно головой не идем, ниже пояса не вьем, слушаем моей команды, я желаю вам удачи, пожарите руки по углам. Синий угол готовы? Капа. Возраст, рост и вес боксеров нам показывают, одного роста практически на два года постарше Вильдан Минасов, ну и практически идентичный вес показали на взвешивании боксеры. И у нас первый раунд. Карен Маргария, кстати, возвращается он в ринг после поражения, своего поражения, которое он потерпел в апреле 2022 года от Георгия Челоксаева. Это было первое его поражение в карьере. В пятом раунде тогда техническим нокаутом уступил здесь Карен. Но смотрите, как заряжен, Карен вперед идет. При всем при этом из четырех победных поединков Карена лишь однажды он добивался победы досрочно. Но при этом очень неуступчивый боксер имеет в своем послуженном списке аж целых две ничьи. Пока у нас такая идет разведка, особенно со стороны, конечно же, Вильдана Минасова. Хорошо подцепил здесь Вильдан. Точечная такая работа прицельная от Вильдана Минасова передней рукой, хороший джек. Маргария там бросает очень амплитутные боковые, но подлавливает его пока на этом Вильдан Минасов. Пошел вперед без Карен Маргариян, но не точно там хорошо защитился на ногах Вильдан Минасов и тут же заклинчевал. Пока порациональнее, так поприцельнее действует Вильдан Минасов, но при этом Маргариян забрасывает постоянно. Ой-ой-ой, точный удар. Еще один. Хорошо подцепил навстречу здесь Вильдан Минасов. Попал после этого левым боковым. Есть у него еще целая минута для того, чтобы закончить этот поединок в первом раунде. Пойдет ли он на обострение? Снова попадает точно джебом. Еще один удар. Чувствуется, что недостановился еще Карен Маргариян. Еще один боковой. Хороший удар по корпусу. И это второй нокдаун в этом раунде. Рефери Виктор Панин ведет отчет. Сможет ли подняться здесь Маргариян? Два нокдауна все-таки в первом раунде. И рефери останавливает бой. Да, Маргариян в принципе говорит, что он готов. Но рефери Виктор Панин опытнейший. Рефери считает, что все. В принципе на этом достаточно. Ну а мы ждем судейского решения. Официального, точнее, объявления судейского решения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, обратите внимание на экраны. Лучшие фрагменты нашего турнира вы можете наблюдать прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. 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 На нем на наш канал. Добро пожаловать 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 на наш канал. Трэвис Айройос, Карлос, Даниэль Кардоба! Уважаемые друзья, суперполулегкий вес и первым в ринг приглашается Карлос К. Даниэль Кардоба. Боец, представляющий Аргентину Трэс Айроса. Это именно тот город, из которого он приехал к нам сюда. Ну и вот по такую вот хорошую музыкальную композицию выходит как раз таки Карлос Даниэль Кардоба. Видим мы его на наших экранах. 27-летний боксер, представляющий Аргентину. Кстати, он является четвертым номером Аргентины в своей весовой категории. На его счету 15 победных поединков, 3 из которых досрочных, 7 поражений, 2 из которых досрочных. Ну и в принципе, наверное, для лакциноамериканского боксера достаточно опытный боец, дебютирующий в 2014 году. Не знал поражений он до 2015-го, проведя 3 победных поединка, но во всех одержав победы судейскими решениями. После чего пошла у него не так уж хорошая, а точнее черная, наверное, полоса. Он проиграл аж целых 3 поединка, но в 2016-м году смог вернуться снова на победную тропу. И после чего выдал огромнейшую серию из 8 поединков. Двигается он вот сюда, является он, кстати, левшой. Большая часть работает он именно в этой стойке. Свой предыдущий поединок он провел в 2022 году в январе и тогда одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Большинство своих, кстати, поединков он проводил у себя на родине. Есть у него один выезд в Россию и в 2019-м году против Багэ Шурханова он провел поединок в Москве. Но он тогда, к сожалению, для себя уступил судейским решениям, после чего не выезжал за пределы родной Аргентины. В красный угол ринга встречает и бойца из России, город Екатеринбург, Мухаммад Якубов! Ну а это на ваших экранах Мухаммад Якубов. Слышим мы, как поддерживает его публика здесь. Мухаммад Якубов вообще, в принципе, пользуется огромной любовью болельщиков. Особенно его фан-база из Таджикистана постоянно продвигаются за ним по всем его поединкам. 18 побед на счету этого боксера, который родился в Таджикистане в городе Исфара. Во всех 18 он одержал победы. Есть 10 досрочных. Дебютировал он уже достаточно давно. С 2015 года он является профессиональным боксером. Выиграл массу поединков. Но, к сожалению для себя, в предыдущем своем поединке за звание, как раз-таки за пояс WBC Silver он боролся. И тогда уступил он. Шакину О'Форресту уступил единогласным решением судей. Было это в Дубае и было это в марте 2022 года. Но и сейчас после поражения с желанием реваншироваться, с желанием вернуться на победную тропу, возвращается Мухаммад Фоджан. Да и так, приветствуйте соперника в синем углу. Боец из города Трес-Аройос, Аргентина. Ему 27 лет. Рост 168 сантиметров. Вес 59 килограммов. 100 граммов. Профессиональный рекорд 22 боя. 15 побед. Три одержима нокаутом. Семь поражений. Карлос Даниэль Гордома. Его соперник в красном углу из России. Город Екатеринбург. Ему 27 лет. Рост 165 сантиметров. Вес 59 килограммов. 880 граммов. Профессиональный рекорд. 19 поединков. 18 побед. 10 одержима нокаутом. Одно поражение. Седьмой номер рейтинга WBC. Мухаммад Якуба. Репети боя. Дмитрий Болдарев. Дмитрий Болдарев. Субтитры сделал. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. И у нас первый раунд. 10 раундов по 3 минуты запланировано в этом поединке. Мухаммад Ходжайкубов в стойке левши. Ну, соответственно, и его соперник Карлос Даниэль Кардоба также находится в стойке левши. Такая разведка. Вилкард в Голливуде. Именно там готовился как раз-таки Мухаммад Ходжайкубов к этому поединку. Это зала легендарнейшего Фредди Роуча. Кстати, которым удалось поработать Мухаммад Ходжайк. Он тренировался в зале этого тренера. Ну и, скажем так, сыскал его большое внимание. И попытался там подцепить апперкотов Кардоба. Не дотянулся. Удар в туловище пробивает Мухаммад Ходжайк. Умеет он работать на ногах. В принципе, очень быстрый и взрывной этот боксер. Больше и больше работает правой рукой. Подсказывают здесь из угла Мухаммад Ходжайк. Мехаким Сабуров, кстати, в его углу. Сегодня как тренер и наставник. Хорошо попал с дальней руки слева здесь Якубов. Карл Скордоба пытается так и скачать где-то на своего соперника. Где-то немножко, видимо, пытается сбить его темпа с ритма. Ну и, без сомнения, конечно, таким явным фаворитом, наверное, считается в этом поединке Мухаммад Ходжайк. Но при всем при этом нельзя скидывать со счетов, что достаточно опасный аргентинский боксер. И, в принципе, профессиональный бокс. Тут любой удар может очень многое изменить. Не форсирует событие здесь Якубов. Так, пока немножко где-то тянет на себя. Выбрасывает удары. Пауза берет немножко такую. Якубов так чуть-чуть раздергивает, видно, так подергивает своего соперника. При этом, смотрите, так, где-то и Карл Скордоба начал тянуть на себя. Хорошая двойка от Якубова. Точно. О, как размашисто летит вперед, но все мимо пробивает здесь Даниэль. Здорово опять наказывает передней рукой здесь Якубов своего соперника за все вот эти такие вот бесшабашные выпады. Хороший удар с дальней руки от Якубова и у нас концовка первого раунда. Опасно там пробивал левый крюк дальней руки и аргентинец. Первый раунд закончен. Первый раунд. Второй раунд. Бокс. 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 хорошо а тут же наказал за выпад такой своего соперника и кубов пока не включает свою такую фантастическую серийно здесь мухаммад куджа потому что возможно где-то не подпричувствовался все-таки он в дистанции но смотрите кордова все чаще и чаще начинает застаиваться на ногах перестрелял опять здесь на передней руке и кубов и снова в туловище так под концовку цахну куда и надави了 и марчат и и в и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Десять секунд Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Seconds out Box 6 раунд из восьми запланированных мне кажется что предыдущие 5 очень уверенно хорошо точно попадает и кубов только я хотел сказать что нет шансов выиграть по очкам здесь вот потерял капу выплюнул точнее капу после пропущенного удара аргентинец сейчас капа будет возвращена берет он дополнительно это послушайте еще до даст ему небольшой шанс восстановиться но мне кажется это возможно уже не поможет факт карлосу даниэлю потому что пока полный такой декласс идет со стороны мухаммада ходжа не расслабляйся не расслабляйся подсказывают 10 углов мухаммад ходжа дмитрий болдырев подсказывает что надо слушать команды рефери отличный джек передней руки здесь от якубова не торопись не торопись подсказывают мухаммад ходжа а снова подцепляет под дальней рукой здесь якубов попытался попасть еще прямым но не цепанул очень низко уходит вниз сюда карлос кордоба айкубов айкубов снова начал бомбить по туловищу хорошо пробил и тут же подцепил вторым ударом на оттяжке здесь мухаммад ходжа просит его просит его наслаивать атаку на атаку так только на так уже практически только двигается здесь карлос даниэль потому что очень много ударов он пропустил откровенно спасается сейчас клинче слушай меня подсказывает еще раз дмитрий болдырев потому что очень грязно работает сейчас пока карлос даниэль в принципе ему ничего не остается делать потому что больше и у него нет моментов средств для выживания скажем так в этом поединке мухаммад ходжа поджал но торопиться не стал работал здорово снова безнадежный клинч был попытка от карлоса даниэля шестой раунд у нас позади еще два раунда остается конечно же если поединок продлится всю дистанцию и лишь вверх-вниз показал вот это реакция у него притуплена реакция у него тебя скорость есть скорость и 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 легко и точно попадает Мухаммад Ходжан. Снова сдвоенный удар с передней руки. Смотрите, практически минута прошла. И буквально, наверное, только два удара выбросил здесь Карлос Ганиэль. Он и был изначально уже таким соперником. То есть он очень неудобный соперник. Во-первых, он очень много двигается. Максимально отворачивается, низко подсаживается. То есть он делает все для того, чтобы не дать себя попасть. Он не ведет поединок. Он не старается где-то переиграть соперника еще где-то. Но вот хотя здесь сейчас проатаковал несколькими ударами. Точное попадание от Якубова. И опять так подзагуляли ноги здесь у Карлоса Даниэля. И снова опять начинает он клинчевать. А рефери Дмитрий Болдырев берет и делает минус балл здесь. Лишает балла соперника. Что, в принципе, абсолютно справедливо. Потому что действительно очень часто уходит вниз. Там захватывает ноги своего соперника аргентинец. Мухаммад Ходжа спокойненько подбирается, подбирается к своему сопернику. В принципе, наверное, торопиться ему некуда. Снова удар в туловище. И прочувствовал его, мне кажется, снова аргентинец. Новая атака от Кухаммад Ходжа. Большой на выходе там подцепил Якубов левой рукой в туловище. Вот так вот на скачке баховой справа. Подзавис немножко после этого у пропущенного удара Кардоба. И тут же пробил еще двойку Мухаммад Ходжа. Просят, просят больше ударов здесь из угла у Мухаммад Ходжа. Но вот здесь практически без ударов сам садится уже на пол. Даниэль Кардоба. Снова хороший точный удар в передней руке от Мухаммад Ходжа. Еще туда, в догонку. Правый. Опасно второй атакой. Там чуть ли не попал аргентинец. А нас ожидает заключительный восьмой раунд. Субтитры предпорядок. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры предпорядок. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ощущениями, эмоциями от сегодняшних поединков? Вообще, на арене для бокса всегда атмосфера царит такая очень, как бы, скажем так, специфичная и волшебная. Это второй раз в моей жизни, когда я присутствую живьем на боях. То есть, бокс меня захватил уже настолько, что я и сам понемногу увлекаюсь. Последние два года усердно тренируюсь. Я так понимаю, что вы не понемногу увлекаетесь, а действительно занимаетесь боксом. Как это может быть связано с мотофристайлом? Вот мне интересно. На самом деле, бокс – это уникальная дисциплина, это философия, дисциплина, да, то есть, как бы, тактика, работает идеальный глазомер, это физическая выносливость и очень много схожих аспектов, схожих моментов с фристайлом и такроссом, поэтому я вижу, что, ну, как бы, мне это помогает. Ну, плюс ко всему, для меня это что-то новое. Вот, так, ну, фреш-эр так называемый, мы называем, да, свежий кислород, потому что 20 лет на мотоцикле, и здесь мне это помогает немножко так освежиться, да, то есть делать что-то новое, чего я еще не умею, не знаю. То есть, в общем, заново познаю мир, скажем так. Мне очень нравится. У вас же завтра, насколько я знаю, спарринг. С кем у вас будет боксерский спарринг? А у нас это так называется, извините. Да, 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 я в курсе. Да, Магомед Курбанов, да, это вообще многоуважаемый мне человек. Вообще, я был как раз, когда он выиграл последний раз в Екатеринбурге. Да, на большом турнире по боксу. Да, на большом турнире, да, совершенно верно. Вот, и мы тогда давно говорили, то есть, он мне там уважение какое-то отдал, да, я ему бесконечно, да, то есть, как бы, давай что-нибудь придумаем. Поскольку я здесь, я специально остался, не полетел домой, чтобы попасть ему на тренировку, для меня будет честь, на самом деле. Вот, ну и, конечно, я говорю, давай только так, чтобы у меня потом шлемы наглого, чтобы шлем наглого мог одеть после тренировки. Нет, на самом деле, для меня будет хороший опыт, и попасть на тренировку такому великому боксеру, для меня честь. Магомед Курбанов тоже здесь сегодня на турнире, он был у нас в студии. Алексей, ну мы вот уже приближаемся буквально к развязке сегодняшнего турнира, главным боям. Давайте прямо сейчас посмотрим, как боксеры главного боя приехали на арену «Трактор», друзья. «Трактор» Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok своему сопернику, а постоянно-постоянно его нагружал. Хорошо подцепил Туков. Пытался тут же реализовать этот момент. Чавес время от времени бросает удар в корпус, но все реже и реже попадает его. Концовка первого раунда. Под концовку попал Вадим Туков прямым с дальней руки и боксеры расходятся у нас на перерыв. Вадим Туков. На канал! Макс! Вторая трехминутка. Туков сразу забирает инициативу, так немножко поджал соперника канатом здесь. Справа по туловищу и тут же левый боковой на выходе от Вадима. тут центр ринга отдал немножко Чавес и Брайан так попятился к канатам. В основном пока больше у канатов он проводит время. передняя рука от Вадима. Передняя рука от Вадима. Снова попытка трехударной комбинации там от Тукова, но не точно. Здесь неплохо подцепил, но вторым ударом не попал Туков. Хороший апперкот, такой короткий, но точный. Справа в разрез, здорово попадает Туков. Второй поединок в этом году проводит аргентинский боксер. Свой первый поединок он провел в марте 2022-го и тогда было это в Германии, в городе Берлине и тогда потерпел поражение. Не перестает, не перестает раздергивать здесь своего соперника Туков. Постоянно, постоянно, постоянно он немножко так вот поджимает и держит соперника в напряжении. При этом пока ударов у нас немного во втором раунде. В первую очередь, конечно, наверное, от Чавеса. Опасная атака от Брайана. Снова пошла такая работа передней рукой. Удается Вадиму немножко вот вести в удобную для себя сторону своего соперника. Концовка второго раунда. Ждем третий раунд. В целом нормально, как-то заднюю руку видишь его, нет? Да, если далека, да. Смотри, вариант такой. Опасно, ты когда заднюю затягиваешься, опасненько. Ага, на линию выходишь, да. То есть либо амплитуда должна быть больше сюда отправить, либо просто, когда он вылетает заднее, ну вот ты делаешь первое действие, а сам, допустим, по направлению его левую сбоку, допустим, закрывать. Разворот может пойдет, посмотри. Один, второй. Не первый разворот. Первый разворот, посмотри, как реагирует. Потом еще раз иди, посмотри. А потом посмотри. Этому двумя разворотами пойдете. Бакс. Третий раунд. Третий раунд. Пока предыдущих два, мне кажется, все-таки прошли большую часть под диктовку Вадима Тукова. Он навязывает темп, он является инициатором большинства атак. Брайан Даниэль Чавес, боксер из Аргентины, пока занял такую вот выжидательную позицию. В первом раунде много он, наверное, напропускал для первого раунда. В втором так больше провел на защите. При этом, при всем при этом, есть у него уже небольшая гематома под левым глазом. Опасная атака от Чавеса в корпус. Хорошо он оказал второй атакой здесь, отлично левый боковой. Ничего не было показывать Семен Тахеев, но попадание было. При этом, я думаю, больше потерял равновесие здесь, наверное, Чавес. И снова поджат спиной канатом здесь Чавес. И снова подключает здесь переднюю руку. Вадим Туков хорошо с дальней руки потянулся. Отличный удар по корпусу здесь на коротке нанес он слева. Попал в здание, но отзащищался тут же от крюка своего соперника Туков. И пока, откровенно говоря, у Аргентины ничего не получается. Снова несколько точных ударов здесь от Вадима Тукова, но там руки были высоко достаточно у Брайана Чавеса. А вот здесь в размине несколько ударов донес до цели. И снова плотный удар от Тукова. Хорошо в разрез попадает Туков. И там на секундочку даже так подсел Брайан Демиэль. Не спеши, не спеши, подсказывают у Зугла Тукова. И действительно, наверное, здесь торопиться не надо. Всего лишь третий раунд. Навстречу там бросал Чавес. Хорош, кто-то... Таэль цаль! Таэль! 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 Таэль не на мальчишку. Таэль! Таэль! Продолжение следует... 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 Концовка четвёртого раунда. Снова пошёл, пошёл, пошёл сюда на обострение Вадим Туков. И четвёртый раунд у нас окончен. Подкорми справа живот, так чуть-чуть поднагружай. А потом, когда дистанцию начнёт терять, вот туда уже бечёночку вернись. После каждого удара защита, освещение. На рубку не переходи, попал, смести, смести, ещё раз дёрни, посмотри. Слева откровенно лезет, да, слева начинает где-то откровенно так, где руки лезет. Ну потащи его влево по направлению, всё. Тукович, ты же художник. Ну давай рисуй пейзажик, чё ты? Защита внимательно, он опасен ещё. Бакс. Пятый раунд. Снова опять хорошая работа, точечная такая, прицельная и снайперская работа от Вадима Тукова передней рукой. Просят постоянно-постоянно-постоянно-постоянно-постоянно раздёргивать Вадима, своего соперника. Туков, в принципе, так и поступает. И Брайан Чавес видно такой, как бы, пока на данный момент больше времени всё-таки находится у канатов. Хорошо с дальней руки туда, в область подбородка забрасывает Туков. Навстречу пытается попасть Чавес в корпус. Ещё один удар туда же. Три раза попытался там тянуться до своего соперника аргентинец, но всё не точно. Только все видят выпады своего соперника. Но при этом отвечать, контратаковать не стал, подхватывать провалы. И снова опять немножко так подзадёргал здесь своего соперника Туков. Но пока сам не атакует. Хороших три удара. Снова удар по туловищу слева. Тут же встал на ногах Чавес. Чуть-чуть клинча от боксёров. Попытка удара в туловище снова от аргентинца, но не точно. Туков собрано держит здесь руки. Попал здесь Туков. Ещё один удар в разрез. Вот этот тоннаж начинает потихонечку накапливаться. Пророжая комбинация от Тукова. Тут застоялся аргентинец. Чуть-чуть подзавис. И опять начинает контролировать своего соперника передней рукой Вадим Туков. Снова. Опасно проатаковал там аргентинец. Показывает этим самым, что в принципе он ещё не словлен и готов к контратакам. Немножко клинча. Макс. И снова начинает за счёт своих финтов так запутывать, запутывать, задёргивать своего соперника. Туков снова поджимает его в угол. Хороший удар по туловище. Там попытка трёх ударов от аргентинца. Легко, но точно попадает Туков сначала с дальней, потом с передней руки. Будет ли такая плотная атака под концовку раунда? Перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пойти вперёд, потому что в предыдущих 5 раундов, в 5 раундах, ну, тяжело в каком-то из этих раундов отдать ему победу. И как по мне, то мне кажется, что все предыдущие 5 раундов забрал всё-таки Вадим Туков. Хороший удар в туловище от Тукова. Хорошо показал в туловище и тут же попал в передней руке Туков в голову. Опасная комбинация от Чавеса, но всё не точно. Пообманывал передней рукой Туков и плотненько прострелил с дальней руки в разрез. Не перестаёт, не перестаёт Вадим Туков заполнять все паузы своими финтами, своими обманываниями, ложными действиями. Хорошо снова атака после третьего удара по корпусу, который пробил Туков, тут же клинчует аргентинец. Хорошо, и снова печень пробивает Туков. И такое ощущение, что аргентинец подняться не сможет. И это всё. Носрочная победа Вадима Тукова, а мы ждём официального объявления победителя. Гаджи, с новым рождением. Гаджи, с новым рождением. С их тренером и в одном месте помогут. Позобор clerk, получается арахани Rudiger. Вадим, Wait,ποтор Standing, Living 플러 tout baş, Can вам второй? Редактор субтитров А.Ст Three Сейчасejнечко прострелил, если за просмотр, Редактор субтитров А.Семкина, Уважаемые дамы и господа, давайте поаплодируем бойцам. Хороший бой! Итак, реферис Семен Стахеев остановил поединок на первой минуте 44 секунды шестого раунда. Победу нокаутом одержал Тугиевич Вадим Тука! Мама, привет! Молодец, отлично, молодец! Ходжи, с днем рождения еще раз! Хороший подарок! Молодец! 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 Продолжение следует... 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 и понятно почему тут закрылся сейчас пара двоек таких очень мощных пришли это даже не только не то что двойки а это вот этот левый крюк который заур чередует то в туловище то в корпус и все точно цель отличная серия от за ура пытается как-то страф страф он будто бы отдать этот урон обратно но у него просто не получается он все попадает именно до защиты и плюс к этому он принял на себя достаточно серьезные ущерба это забрало у него определенное количество сил он под заметил немножко не прицельно бросать заметь на абдулаев видит что хаване очень тяжело но не бросается очень постепенно так поэтапно разбивает здесь своего соперника он делает сначала большое количество выброшенных ударов потом опять начинает за счет передней руки вот разбивать разбивать защиту потом в нужный момент снова взрывается эти джебы они очень сбивают соперника с толку потому что ты думаешь вот сейчас я реабилитирую себе посмотри как часто за уж заканчивает передней рукой начинает левым прямым и заканчивает то левым крюком то левом по туловище и вот этот левый по туловище уже очень много раз кого не прям чуть эпизод видел до что хаване уперся понял что на пропускал много ударов он понимает интуитивно что надо что-то возвращать попытался туда выбросить но и чувствуется как ему тяжело отлично удар в туловище здесь от за ура точно и точно и сейчас за ура выкидывает и надо каване что-то придумывать или этот раунд может стать роковым не так много времени остается до конца этого раунда опять начинает так задергивать за ур слова плотный удар по туру еще слева пробивает опять начинает передней рукой а ваня берет такую длинную паузу ему нужно все-таки восстановиться есть ощущение что он как будто выжидает как бы как бы поймать за ура потому что блок ничего он сделать не может хочет поймать возможно вы чем больше он затягивает с этой паузы чем быстрее чаще попадает за урс на какой размен сейчас был у нас крюк на крюк выбрасывали боксеры попытался да вот как раз кого не то что то что придумывал как будто бы долго долгое время но получилось блок а сам пропустил еще один джеб от за ура отлично джебом сегодня работает дима тома под правым глазом становится больше у холлани плотно монотону за он продолжает расстреливать одиночными ударами а нас ожидает следующий шестой раунд и 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 Уважаемые друзья и мне кажется угол Холани отказывается от продолжения поединка Да, рефери Эракли Малазоний также зафиксировал и это досрочная победа Заура Абдулаева Но Заур действительно доказал в этом бою он не оставлял шанса никакого Да, и если многие говорили, что там в принципе может быть недооценка, то никакой недооценки у Заура Абдулаева нет И он доказал еще раз, что он входит в топ боксеров этой весовой категории мира Действительно, и еще один чемпион на счету Заура, это очень классно Абсолютно, пусть и бывший, но несмотря на это чемпион А мы ждем до официального представления от Дмитрия Ракова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые дамы и господа, и так ввиду отказа от продолжения боя победу Техническим нокаутом в шестом раунде одержал Заур Абдулале Друзья, давайте все вместе аплодисментами поддержим Халани Страфона Ну и конечно же интервью с победителем Заур, мы тебя поздравляем, это твоя третья победа здесь в Челябинске Вот скажи пожалуйста, ощущения сейчас, после боя, отличаются от предыдущих поединков? Челябинск, добрый вечер, салам алейкум Я очень рад снова выйти на ринг, спасибо вам за теплый прием Третий раз я уже здесь выступаю и такое колоссальное, колоссальное... Ощущение? Поддержка, да, да Поддержки дайте, друзья! Я бы рад был снова повторить здесь, на этом ринге Какого-нибудь топового соперника, я был бы очень рад при такой поддержке Надеюсь, что такой будет Но с самых первых раундов ты уже нашел слабые места у Хавани Но все же удалось ему тебя удивить в этом поединке Я знал, что он крепкий, очень физически хороший боксер Он мексиканцы, они все воины У нас был план по телефону наращивать И я думаю, чем дальше раунд заходил, тем больше глубины затаскивали Так что план был наращивать с каждым раундом И восьмом-девятом раунде, я думаю, уже мог бы закончить Но повезло с рано, раньше больше То есть изначально были надежды на завершение этого боя досрочно? Я каждый бой стараюсь завершить Потому что это зрелищно, публика это любит Поэтому я стоял, я шокировал, я чувствовал, что могу выиграть досрочно Просто не торопил события Поэтому сопернику большое уважение Стафан, респект Друзья, Заур Абдулаев, поддержите его аплодисментами Здесь в Челябинске третья победа Еще хотел бы сказать всем фанатам, кто за меня болеет Спасибо большое Я всегда ощущаю вашу поддержку И хотел бы, конечно, сказать спасибо Игор Алексеевичу За все то, что он делает, за нашу поддержку То, что мы выступаем на таком высоком уровне Спасибо им большое И всем болельщикам, всем спасибо большое Всегда я рад, что вы меня так поддерживаете Спасибо За переса и Магометали Баганда Паркала на поддержку Ну что ж, дорогие друзья Вечер бокса удался Мы еще раз поздравляем вас, челябинцы С днем города Желаем всех Всех благ И До новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»